Девушки отдыхают 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 Чего? Все, пора. Куда пора? Сошка, ты все время спешишь. Без тебя поднятия, понимаешь, а? Ну, ты что, не понимаешь, Кость? Кость, все, ну, пусти. Ах ты маленький паразит! Стой! Стой, говорю! Имейте в виду, в следующий раз я милицию вызову. У вас тут все время шум, крики, дети без присмотра, мусор этот валяется. Вы что, пьете? Сильвер! Тихо, тихо! Вы еще пожалеете. Тихо, тихо. 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 По всем холоим. И готовы цареваться в попу. Давай, давай, вперед. На старт! Внимание! Давай, давай, вперед, вперед! Давай, покажи, на кто способен! Давай, давай, вперед, вперед! Давай, давай, давай! Пять на семнадцать! Молодец! 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 Приготовиться! Валерия Талановна! Давай, сделай колокольчик! На старт! Внимание! Не доверим! Могово! Шесть семьдесят! Не сдала! Ничего, вместе не перестаньте! Приготовиться, Леша Мишин! Женщина, круто! Ты что, совсем окружающих не жалеешь? Паш, заценивай тренд! Чебурахнуты, а БНТ! Слушай, заканчивай, а! Это шутка, Паш! Можешь просто поржать! На старт! Внимание! Ну, конечно! Давай, давай, Чебурашка! Кто-нибудь! Идите сюда! Пойдемте по спорту? Да, пойдем! Машка, помоги! Ну, что вы стоите? Ну, помогайте! Маме не надо звонить! У нее и так работа нервная! Папа вообще сейчас где-нибудь над Саратовом прилетает! Можно я пойду уже? Звонок был! Лера! Если у тебя задержка и ты не знаешь как быть, давай это обсудим! Да я вообще девственница! У меня часто кровь носом идет, сосуды слабые, обморок из-за жары! Плюс я по ночам ко вступительным готовлюсь! Я могу идти уже! Ну, иди! В целом, ты в норме! До свидания! Ну, чего тебе кровь остановили? Ты что, беспокоишься обо мне, Аниска? Я думал, мало ли тебя домой отправят! Я бы проводил, если что! Никаких чё со мной! Все нормально! Ага! Нормай, да! Лер, слушай! Я у тебя хотел спросить! Ты меня к алгебре не поднатаскаешь? Ну, к ЕГЭ! Лер, ну ты чего? Мы же с тобой с детства дружим! Дружили, да! Пока к нам в класс не перевели Рыбакину, и ты не стал ее верным псом! Ладно, помогу! Иди давай! А то все увидят, что ты на физику вместе с кротихой чапаешь! Пойдем! Пойдем! Алло! Да! Подожди! А, Верунь! Если ты мне два билета достанешь на Козыря, я тебе скидку дам на трешку на Чернышевской! Да? Ну и замечательно! Ага! Лерок, мы с тобой в акустику идем на Бажидара Козыря! Да ну, ба! Он же совок! И совсем он не совок! Стильный мужик! Наполовину чьев-то душевно поет! Подожди! Эй! Ты куда ребенка попер? Я с тобой разберусь! Тебе это так просто не пройдет! Тебя целовать и не отпускать уж никогда! Все мысли мои, они о тебе со мной всегда! Ночь на двоих выпьем сполна, ведь жизнь одна! Да разлуки только ми, ты покрепче обними! Как в первый раз! Куда же ты летишь? Господи, ба! Ты серьезно? Позволь мне просто! А? Ну что я тебе говорила? Махина! Меня ж пробрало! Да ну, ба! По-моему, какая-то бабца! Сама бабца! И не бабки, и не тут, малютичка! Пойдем туда! Я расскажу тебе, как тебя люблю, как люблю тебя! Подожди, подожди, здравствуйте! 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 Не знаю, как с тобой говорить, он наглый из новых, я ему слову, а мне десять! Мы разберемся! Разберись, давай! Теперь слышишь? Никто не лажает, а звучит как лажа! Как ты эти полтакты засек? Такие данные! Первый-то с отцом бил! Но я понимаю, что претензий к качеству нет. Тогда почему мы должны снизить цену? При всем уважении, Бажидар Баслович, времена меняются. Клиенту нужен кайф за разумные деньги. Я вас не услышал. Кайф за разумные деньги. Это последняя цена. Решайте. Или мы возьмем товар у других. А вы понимаете, к кому вы ставите услуги? Милая Рима, это бизнес, ничего личного. Пошел он. Я слышал, вы хотите уйти со сцены. Пошел вон. Верное решение. Ваше время пришло. Некрасиво, когда выносят ногами вперед. Пошел вон. Некрасиво, вон. Пошел вон. Слушайте, все хорошо, все нормально. Вика, слышишь? Простите, простите. Все хорошо? Аккуратнее. Извините. Договориться не получилось. Эй! Да, я перезвоню. Ты кто такой? Нет, это ты кто такой? Ты обидел мою мать. Я хочу знать, в чем дело. А, ты сын Божидара? Ладно, парень, не волнуйся, тут не все так просто, в двух словах мне объяснишь. Подожди-ка, ты мне расскажи, я не тороплюсь. Зато я тороплюсь. Слушай, ты можешь мне пробить номера? За тишиной небес, там живут мечты, полетим туда. Я расскажу тебе, как тебя люблю, как люблю тебя. Павлик, ты самородок. Ты это знаешь? Да перестаньте. Наверное, надо было мне тогда в музыкалку ходить. Сейчас бы мог в Гнесинку поступать. Ну, а ты попробуй в школу талантов. Криме-козырь. Она, говорят, там и своих подопечных реальных звезд делает. У меня мама хочет, чтобы я в институт на бюджет поступил. У тебя своего мнения нет. Ой! Аптечку дайте. Что случилось? Ну что, опять этот паршивец сверху петарду бросил под ноги. Тим, что ли? Сверху, сосед? Точно. Да, все, пришло. Я ему услышала. Ну, Маш, не суетись. Лучше на стоечке налей мне. Я вам что, рухли что ли? Дедушка, не волнуйся, я с ними справлюсь. Нам как раз сочинение задали на тему борьба со злом. Ты что, Лерка, какое же это зло? Ребенок просто, шалун. Да, из таких шалунов потом уголовники вырастают. Спасибо. Мам, а ты разобраться не можешь? Ну, Лер, следственный комитет этим не занимается, это в органы опеки надо писать. У них там с этим строго, они разберутся! Ладно, болтаете всякую глупость. О, Пашка! Здорово! Здравствуйте. Это как ты вымахал? Неговерно. А ну-ка, все к столу. У меня пирог подоспел. Подгорел, правда, но выглядит потрясно. Слушай, а может быть я пойду, а? Еще чего не хватало? Бабушка обидится. Всем привет! О, Пабло! Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Здорово. Что вы? Бабуль, мне немножко. Лера. Спасибо. А это что такое? Яблочные пироги. Только инфарктик обналивай вы. Спасибо. И молодому поколению тоже. Нечего по подъездам портвейнах листать. Пироги. Так, вкусненько. Я тут поспорил с одним аспирантом на деньги. Так, давай, дед. Ну, Пашка и Лера теперь должны… Так, спасибо. Ну, сдать ЕГЭ на сто процентов. Ты чё такой веселый? Тебе укротихи налили? Да я гулял просто. А ты где такую козырную тачку-то сперла? Это моя тачка, Анисимов. Отец подарил. Короче, кончай, врач. Я знаю, где ты был. Ну, ладно. Ну, ты… Она мне с алгеброй помогает на экзамен, а я и с песен на выпускной. Чё, криминал? Иди сюда. Я не собираюсь шарать на весь двор. Тебе надо? Ты иди. Ты чё мужика-то врубил? Слушай, Таланова – мой идейный враг. Только я вот чё-то как-то не понимаю. Нахрена ты её прессуешь? Потому что бесит. Бесит, что она такая, типа, самая умная. Будешь тусить с ней, между нами – всё. А между нами что? Ты ведь себя даже целовать не даёшь. Понятно, такая деловая. Нафига тебе ложбан из хрущёвки, м? Дурак. А я думала, мы вместе на международном будем учиться. Я уже отцу весь мозг запарила. Теперь понял, Анисимов, что теряешь? Хочешь быть со мной – край тихо придётся кинуть. Я ничего плохого делать не стану. Рванём ко мне на дачу. У меня родители в Париже. Поплаваем в бассейне. Только учти, Анисимов, я два раза не предлагаю. Ты посмотри, что я нашла. А? Это мне дед привёз тысячи лет назад. На выпускной – самое то. А? Какая ты красивая девочка. Да ладно тебе, ба, тоже мне красавицу нашла. Оно какое-то старомодное. Я не буду его надевать. Ну, ты даёшь. Это винтаж, Лерунь. Я его тебе подгоню. Надо мной все смеяться будут. Не будут. Наоборот, все увидят, какая-то у нас чудесная девочка. И Паше понравится. Ему всё равно. Какие глупости. Лерунь, ты что ж думаешь, что он к тебе алгебру потягивать ходит? Ты же умная девочка. Думаешь, я ему нравлюсь, ба? Правда? Это видно невооружённым глазом. Да, 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 да. Алла, что происходит? А ты сам как думаешь? Думаю, что не просто так. Какой ты у меня проницательный. Алла, не темней. Чё надо? Ты расслабься, это я несём. Понравилось? Сама вижу, что понравилось. А дальше будет ещё больше. Только у меня есть к тебе одна маленькая просьба, а не сегодня. Обещай мне, что ты её исполнишь. Всё, что угодно, Алла. Только, пожалуйста, не останавливайся. Станавливайся. Эй, ты очкастая! Чего в чужом ящике ковыряешься? Это же Маша! Куда же оно отдать? Нет! Отдай! Нет! Отдай! Нет! Ах ты как! Ты чё так путёшься? За мной очкастая гонится. Домойте. Ты чё, офигела ребёнка трогать? Кто-то должен его воспитывать. Вы не хотите, значит я буду. Я сейчас не знаю, что с тобой сделают. Вот и я не знаю. Раньше могли волкодаву своего натравить, а сейчас он от вас сбежал. Как и ваш муж, да? Рон, закрой! Я тебе башку сейчас оторву! Отлично. Я так и запишу. Прямая угроза жизни. Только попробуй что-нибудь вякнуть. Вякну куда следует. Малое не покажется. Вякну, я не могу. 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 Присядь, пожалуйста. Я поставил тебе два. Я что, тему не раскрыла? Лера, ты понимаешь, что из этого письма детей могут отобрать у матери? Я этого и хочу. Таких конченных надо лишать родительских прав. Это ясно из текста. Я думал, ты куда умнее, тоньше Лера. Неужели я упустил главное и не научил тебя быть человеком? Юрий Васильевич, я скажу честно, потому что по-другому не умею. Нельзя быть таким вообще нытиком и гуманистом. Вы не князь Мышкин. Вы педагог в общеобразовательной школе. Бедная девочка. Каким же монстром ты вырастешь при такой убежденности в человеческой слепоте? Я могу идти? Иди. А это двойка. Оценка ни на что уже повлиять не сможет. К сожалению. До свидания. О, смотрите, паштин с чебурашки. Новое слово в кулинарии. Забей на него. Забей на него. Вот, это тебе. Спасибо. Но я бы все равно тебе помогла. Только большого балла все равно не получится. Времени мало осталось. То есть, ты думаешь, это я из-за экзамена, да? Пожалуйста. А разве нет? Спасибо. Разве тебе цветы просто так никогда не дарили? Папа дарил. Ну, восьмое марта. А сейчас июнь. И ты не папа. С чего вдруг? Ну, а может, ты мне просто нравишься? Это дурацкая шутка, Паша. Почему шутка? Да и вообще, пойдем на выпускной? Конечно, пойдем. Мы же в одном классе учимся. Да нет. Ну, как пара. Как пара? Как пара? Как пара? Паш, ты серьезно? А как же Рыбакина? Все. Ну, там больше смеяться будут. Ну, пусть смеются. Ну, ладно. Спасибо, большое с вами. Потому, что ж онаа. Да, economies, и мы были в России. Да, ненашенькая шутка. Не спросите, как всё знаю? Я у тебя все хочу спросить. Ты почему линзой не нёсешь? Очки уродские, да? Да нет. Дедушкин подарок. Завтра линзы надену. Ладно. Держи. До завтра. Пока. Флинн, ты что ли? Ой, прости, ты же Сильвер. И лови. И лови. Оп, поет. Нашелся. Нашелся. Ой, слезой. Знаете, я хотела бы попросить у вас прощения. Ладно, давай, заходите. Потом всех переведим. Давай, 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 давай. Давай. Давай, давай. 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 Ну, давай. Давай, давай. Давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай. , давай. Иди давай, я сейчас. А еще, у меня сапожник без сапог. Собственную ребенку грыжу вылечить не могу. Простите меня. Я обязательно все исправлю. Ой, да ладно. Я тяжело с людьми схожусь. Характер мой. Кто это? Где? Мужчина с татуировкой. Вообще-то там никого нет. Но я же видела. Высокий. На руке ящерица. Волосы длинные. Ты издеваешься, что ли, надавно? Да вот, точно он. И одежда точно такая же. Это мой муж. Только он погиб два года назад на Эльбрусе. Ты его точно видел? Да. Ну, я тебя поздравляю. У тебя либо галлюцинации, либо ты медиум. Мне пора. До свидания. Давай. Можешь музыку поспокойней поставить? Да, конечно. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Где же она плач-то какое нашла? Винтаж. Дура, винтаж это нет, а это старье какое-то, как исполнитель. Пойдем попьем. Принимаем эликсир. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Большая музыка, правда? Что это? Виски столы. Ты лучшего таланта отнеси, она у нас весь вечер на арене. А только про виски ты им говори. Понял? Хорошо. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ребят, хочу вас угостить. Давай. Будешь? ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Может, пойдем на воздух? Оставайся. Я отойду. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, как ты? ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Полегче. Ты иди, я здесь постою. Ты меня что, гонишь? Нет. Просто ты хочешь веселиться, а я тут мешаю. А может, мне с тобой весело? ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ты лучше всех, Лера. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Лера! Лера, ты как? Ты меня слышишь? Лера! Простите, помните меня? Мне кажется, мы не договорили. Да нет, ты не понял. Мы договорили. Уходи отсюда, пока можешь. Я никуда не пойду. Ну, как скажешь. Папе, привет! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Набираем Кардаро на 200. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В дырке опускной я пользуюсь номером. Там я просто буду исчезливать. Так прекрати им врать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я скажу. Я уже почти готова. Просто... Я боюсь того момента, когда они узнают. Костя, может, не выдержит. Кусовшись заранее, не делай из него, шлобака. Да? Алло, Сашка, ты где? Лера, ей стало плохо. Мы едем в больницу. Я не могу до тебя дозвониться. А что случилось? Я не знаю. Какой-то приступ. Приезжай в больницу. Бросай к чертовой матери свою работу. Да приезжай. Шурик, давай. Я уже не рожаюсь. Почему? Почему у тебя нет иконки в машине? Мне нужно за что-нибудь держаться. У меня нет иконки, потому что я не верю в Бога. Я поняла. Это я виновата. Это же меня наказали. Я не хочу, чтобы с ней что-нибудь случилось. Господи, только не Лерка. Только не моя дочь. Господи. Господи, сделай так, чтобы с ней все было в порядке. Я все одна. Господи. С printable. Аккуши. Во-вторых. Я забыл. В муси. ... Я все второй. Я не хочу. Орных. Хорошо. Малыш. Какanto. Во-вторых. Коррес. Продолжение следует... Не переживай, мы просто посмотрим. Смешанная глиома может выкидывать различные фокусы. Человек может внезапно ослепнуть, потом поразреть, начнутся галлюцинации, могут быть поражены различные органы чувств. В общем, она ведется непредсказуемо. Но это же возможно удалить? Практически невозможно. К сожалению, она так расположена, что ни один нейрохирург за это не возьмется. Это стопроцентная вероятность смерти на операционном стане. Девушка, лежите, не вставайте, пожалуйста. Сейчас я позову врача. Рима, куда ты бежишь? Давай найдем Сергея. Вот он. Что с ним? Он где? Он в реанимации в коме. Вам туда нельзя! У него был инфаркт, но самое главное, что искусственный клапан не выдержал. На МРТ видно повреждения и вся наша работа на смарку. Опять надо менять? Нет, клапан больше трогать нельзя. Вот теперь ему нужно новое сердце. А я знаю, где я тебя видела. Мы с тобой вместе шли по тоннелю. Ты сейчас там? Послушай, я тоже хочу туда. Скажи, обидно. На улице так классно, а мы тут умираем. Издевательство просто. Если Бог есть, и Он так поступает, я хочу в ад. Они говорят, что я не умру. Лечение поможет. Врут. Врут они. И себе, и тебе врут. Прячутся за этими шариками с конфетами. Вот ты здесь сколько валяешься? Месяц? Два? Вот. Делай вывод. Ты злая. Поэтому к тебе никто не приходит. Моя смерть – это мое интимное дело. Человек рождается, страдает и умирает в одиночестве. Мои за меня очень переживают. Это пока они с ума не начали сходить от того, как ты загибаешься. Пока они себя жалеть не начали. И невольно ждать. Чего? Да ничего. Хватит цепляться за то, чего нету. Это выглядит жалко. Это опухоль, детка. Билет в один конец. Или ты, может, думаешь, что лучше здесь валяться и пялиться на эти дебильные шарики? Нет. Лера! Лера! Лера, ты что делаешь? Пошли от меня в покое! Лера, что ты такое говоришь? Мы все тебя очень любим. Я уйди. Ты не знаешь, что эта штука скоро разорвет мою башку. Сама говорила, что нельзя врать. Посмотри мне в глаза и скажи, что эти чертовы лекарства, от которых меня круглые сутки тошнит, помогут. И все будет расчудесно, как раньше. Давай, говори же! Лера, ты должна верить. Это все не густо. Лера! Там совещание. Ну да, все совещаются. Никто не хочет работать. Не знаю, что мне делать. У моей дочери опухоли. Они не хотят оперировать. Но здесь лучшие врачи. Я все знаю про эту больницу. Пришлось узнать. Если здесь не берутся, не возьмутся нигде. Без операций дают максимум год. Еще нет восемнадцати. Моему сыну двадцать один, и он умрет. Если мы не найдем донора для пересадки сердца. И за что это все? Господи. Не сдавайтесь. Ищите врача. Ради ребенка можно пойти на все. Даже на преступление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А я же какой-то донорский рынок. Божик! Простите меня, зовут. Ваше лицо мне знакомо. А вы, видимо, не смотрите телевизор. И долго вы еще будете его здесь мариновать? Ну, я же вам сказал, что все не так просто. Дело в деньгах. Мы же говорили, любые деньги. Ни за какие деньги я не могу вам гарантировать донора с четвертой обязательной кровью. Пока клапан справляется, мы подыщем донора. И обязательно спасем его. Какое смелое заявление. Вы, собственно, кто такой? Сергей Максимович, наш семейный доктор. Его мнению мы доверяем. На вашем месте, коллега, я бы не делал пустых обещаний. А я бы на вашем месте сделала все возможное, чтобы сердце моего сына выдержало, пока мы будем подыскивать варианты. Перезвоните, пожалуйста. Илья Владимирович, извините, что я вас отвлекаю. Вы же видите, я занят. Лера говорит, что ей хуже от новых лекарств. Вы второй месяц ставите на дни эксперименты. Скажите, сколько еще времени вы будете травить мою дочь? Больше не будем. Положение стабилизировалось. Осталось просто скорректировать дозу. Какие дозы ее оперировать нужно? Это опасно. Послушайте, если есть хоть малейший шанс, я должна о нем знать. Вот этот немец ваш шанс. Йоханн Ланге оперирует в Мюнхене. Если кто-то и возьмется за вашу глиуму, то только он. Только не вздумай сбегать. Тебе надо долечиться. Понимаешь? Все будет, как скажешь, парень. Как ты чувствуешь себя, сынок? Офигенно. Ну ладно, захочешь что-нибудь, звони сразу Оскару. Да. Все будет хорошо. С ночью. Держись. Все будет хорошо. Слушай, ты чего, сын Козырь, что ли? Крутяк. Стой, погоди. Ты можешь передать презент девчонке из онкологии? Зовут Лера Таланова. Сам не можешь? Ну, если б я мог, я б, наверное, передал. Я перед ней очень сильно виноват. И если с ней что-то случится, то это будет на моей совести. Понимаешь? Ладно, давай. Спасибо. Ну и седьмой шаг. Самый важный шаг, ребята. Покажите Раку то, чего он от вас не ждет. Радость и улыбки. Смейтесь. Ищите положительные моменты в жизни. Ну и тогда ваш организм начнет бороться с болезнью. Отчего радоваться, если я знаю, что не доживу до Нового года? Ну... Так нельзя говорить. Ты себя программируешь. Это лейкемия меня запрограммировала. А ты ее не слушай. Ты слушай только то, от чего хорошо на душе. Вот ты Новый год любишь? Люблю. Но мне становится в сто раз обиднее, когда я вспоминаю елку, подарки. Но сейчас, август, я даже снег не смогу увидеть. Вы знаете, что от химии тошнит. А мне столько всего хочется попробовать. И омаров, и устриц, и черный круг. На сегодня все. Жаль, что у вас этого в программе нет. Да, было бы здорово. До свидания. А я, например, не хочу умереть девственником. Вы мне можете чем-то помочь? Нет? Ну, тогда идите нафиг. А вам кого, молодой человек? А мне нужна Таланова Лера. Шурик? Ну, что он сказал? Ну, в общем, мой знакомый из Москвы, он ходил к какому-то шишке в Минтранс. Тот связался с какой-то шишкой из Минздрава. Ну, так что, достали они этого Ланге или нет? Нет. Ну, ты представляешь, на каком уровне шел контакт? Ну, этот Ланге действительно нет. Нет, кого независимый, никому не подчиняется. Вот. Он прислал факс. Что здесь написано? Ну, в общем, здесь отказ. Ну, у него операция расписана на год вперед. Она не проживет год. Ну, мы что-нибудь придумаем. Главное сейчас сохранить спокойствие Шурик. И не опускать руки. Ну, ты же у меня боец. И дочка тоже наша боец. Она не хочет жить. Мы ее заставим силой. Надо верить. Шурик, надо верить. Мы тогда все сможем. Константин Кириллович, вас ищут. Да, я сейчас. Пора на них контроль. Меня тоже машина служебная ждет. Можно работать. Просто работать, чтобы свихнуться. Мы прорвемся, Шурик. Успокойся. Скажи, а за что ты меня любишь? Я ведь так огрубела в последнее время. Шурик. А где твое кольцо? Пальцы отекают. На работе кофе пью литрами. Ой, где пару? Прости. Выздоровел. Ну, практически. Здоров, как бык. Вы что, сговорились? Или ты все еще в коме? Да, постой. Ты чего такая дикая? Эй. Эй. Послушай. Я не знаю, что я такого сделал, но если я виноват, прости. Поржали, когда эту чушь писали. Ты что, совсем? Я его в первый раз видел сегодня. Да? Но вы же сразу подружились, правда? Он меня унизил. Он козел. И ты туда же. Это подло. Подло и мерзко. Да успокойся. Чего ты? Какие же вы все уроды! Лучше сдохнуть, чем жить среди вас! Привет. Лучше. Шурик, милая, что с тобой? Не называй меня так, пожалуйста. Ты зачем пришел? Мне нужно в кресты, у меня сегодня два допроса. Я подвезу, у меня есть время. Как, Вера? Сланги пока не получается, уклоняется по-немецки вежливо и четко. Надо искать человека, который был бы с ним близко связан. Спасибо, мы найдем. Все будет хорошо, я должна верить. Ты пришел, чтобы это сказать, да? Я пришел, потому что сейчас уже пять, а ты не обедала. Я принес… Не хочу есть. Я не хочу, чтоб ты приходил, чтоб ты звонил. Я… Я не имею на тебя права. Все, все кончено. Я не могу больше обманывать. Антон. Я… Я хочу, чтоб ты ушел навсегда. Ты все-таки поешь. Кто? Служба опеки. Иди сюда. Стоять. Здравствуйте. Опять вы, да? А почему без предупреждения? Органы опеки не должны сообщать о визитах заранее. Вообще-то, вы не имеете права ко мне приходить без предупреждения. Мы получили соответствующее постановление, ознакомьтесь. Тихо. Это что за бред? В ходе разбирательств у нас не сложилось такого мнения, но вы можете все опровергнуть в суде. Вы что, состряпали дело на основе какой-то кляузы? Это же девка больная. Соберите детей, пожалуйста. Мои дети в ваш питомник не поедут, ясно? Мама, кто там? Никто, Тим, сейчас приду. Вы зададите анализы на алкоголь и наркотики, подтвердите свои доходы и права на квартиру, разберетесь с долгами, а пока мы забираем детей. Вас! Понятная вещь. Ну, хорошо. Давай. Ну, что твой академик? Как с козла молока. Он с Германией вообще не контачит. Ну, что ты все толчешь и толчешь, Маша. Эти снадобья антинаучные. Да откуда ты знаешь? Человек кучу людей спас этим снадобьем. Да заткните вашу псину, наконец! Маша, я прошу тебя. Успокойся. Маша. Успокойся. Ну, отстань от меня. Отстань. Ты хочешь, чтобы я первая сказала то, что должен сказать ты? Нам надо звонить Каншину. Конечно. Лучше угробить тебя. Чтоб вот только к нему не ходить. Мы поедем к нему. Вместе. Я узнал. Он теперь на даче живет. Постоянно. Да. С нами рядом. И за это время мы даже ни разу не встретились в магазине. Странно. А ты ведь все эти двадцать лет вспоминала его? Нет. И не вспомнила бы, если б не Лерка. Как ты думаешь, он возьмется? Понятия не имею. После того, как я ему расквасил нос, думаю, не возьмется. Нет, Маша. Вспоминала. Стой! Стойте! Стойте! Подождите! Что вы делаете? Пришел, короче. Хочу к Талановой. А я ему. Она тебе не хочет. А я извиниться пришел. Этот кидается сразу. Ну, он и сказал. Я не сдержался. Ну, извини, Лера. Надо было тебя подождать. Хотел извиниться. Давай, извиняйся. В общем, я знаю, что я чмо. Если хочешь, можешь мне прямо сейчас в рожу плюнуть. Извини меня, если сможешь. На идиотов не обижаются. Просто я больше не хочу тебя знать. Ненавижу предателей. А тебя вообще никто не просил вмешиваться. Ты тоже больше не подходи ко мне никогда. Не знаю, что хуже. Насилие или предательство. А ты чего встал? Иди отсюда! Круто нас оба опустили, чувак. Предлагаю помириться по этому поводу. Вообще не туда заехала. Да я не знаю. Там вроде забор такой синий какой-то был. Вот как. Синий. Да вот же. Аккуратней. Ну и черт с ним. Господи. Вот говорил, что за идиотская идея была брать этот глупый торт. Как будто мы в гости. Выходи. Выходи. Выходи давай. Тут он. Вон и тачка его выпендрежная стоит. Ну что, помнишь, как калитка открывается? Заходи, Маша. Есть кто? Здесь он. Я его нашел. Ты? Неожиданно. Хотя и вовремя. Мне тут навоз подвезли. Помоги разгрузить. Ты его покупаешь? Или сам нагадил? А ты приехал так искрометно пошутить или по делу? Я приехал, потому что ты лучший нейрохирург в городе. И когда-то был моим другом. Арсений. Здравствуй. Здравствуй, Маша. Воняет тут у тебя. Давай отойдем, поговорить надо. Дорогу знаете. Проходите, я сейчас. Что сидишь, звездочет? Давай, разливай. Сень, она умрет, если ты не сделаешь ей операцию. Я не смогу. Сень, ну что ты? Ты отказываешься из-за того, что было сто лет тому назад? Нет. Для тебя, для Маши, я бы сделал все, что угодно. Паркинсон, черт бы его. Но ты все-таки сохранил статус. Как на тебя это похоже? Да. Я читаю лекции. Езжу на конференции, потому что я это заработал. Господи, Боже мой. Ну, а что же дальше? Как потом? Дальше видно будет. А, погоди, погоди, погоди. Не чистит, закусить нужно. Маша, я за тортом. Ты же мне его забраковал. Ну, я же не знал, что у этого пижона проблемы с алкоголизмом. Так, где ключи? Я забыла в машине. Совсем голову потеряла. Печально и смешно. Предстать разбитым, дрожащим стариком перед женщиной, которую любил всю жизнь. Перестань. Перестань, не надо. Арсений, ну не надо. Ну что ты, перестань. Арсений, послушай. Если ты сам не можешь сделать эту операцию… Значит, нам нужен вот этот немец. Ты про него что-нибудь слышал? Да, конечно. Раскрученный мужичок. Ажиотаж. Вокруг него. Я сделаю все, что смогу. В конце концов, роднее вас у меня людей нет. Нет. Все, никто. Я могу вам чем-нибудь помочь, молодой человек? Сдаюсь. Попался. Что предпочитаем? Охрану или полицию? Скажите, а Голиома, насколько это опасно? Значит, все-таки полицию. Эй-эй. Спокойно. Можно позвонить моему папаше. Ну, вы же его знаете. Зарплата у вас маленькая. Ты слыхал что-нибудь о врачебной тайне, а? Богатенькой, Буратино. Спокойно, дядя. Я что, хотел узнать, насколько у нее все серьезно? Слушай, ты. Сын Козыря. Я сейчас сделаю звонок, и ты окажешься в полиции. Ясно? Ну, скажите мне, ну, Голиома, что с этим сделать? Ты все время крутишься вокруг этой девочки, вокруг Талановой. Чего ты хочешь из нее? Чего тебе надо? Я хочу знать, что с ней будет. Вообще, в нашем отделении все серьезно. Многие даже не встретят Нового года. А им можно помочь? Если для тебя это просто развлечение, оставь ее в покое. Нет. Это ее не спасет. Это ее убьет. Я не просто так. Неожиданно. У этого пациента из Рязани сколько сил было вложено. Я лично с их министром здравоохранения ручку свозила тут по ресторану. Римма Марковна. Кто Римма Марковна? Я Римма Марковна! Римма Марковна, кто ж знал, что у нее родственники в Израиле? Я приехал, там самолет. И в Тель-Авив. В следующий раз, чтобы не было никаких родственников. Это понятно? Понятно. Такими донорами не разбрасываются. Какие еще варианты? Пока никаких. Мне нужен донор. Как можно скорее. Мам, мне Оскар нужен для одного дела. Как ты, мой хороший. Как чувствуешь себя? Нормально. Что ты хотел? Да, так, ерунда. Оскар. Да. Пойдем со мной. Римма, здравствуй. Здравствуй, Лариса. А ты как здесь? Ты не изменилась за двадцать лет. Все командуешь. А ты постарела. Сильно. Сильно. Ну, что поделать. Жизнь такая. Не щадит никого. А что тебе надо, Ларис? Следерь за мной. Ничего не надо. Просто хотела узнать о здоровье твоего сына. Он мне все-таки не чужой. Чужой? Он ничего не знает о твоем существовании. Его здоровье тебя не касается. Очень жаль, что ты его вырастила, его лжи. А это уже не твое дело. Мы все сказали друг другу много лет назад. Что еще? Не хочешь спросить, как я жила эти годы? Да я и так вижу. Карьера не сделала, замуж не вышла. За собой не следишь. Зато моральные принципы с тобой. Что тебе надо, Лара? Денег? Квартиры, которые тебе отписала, мало? И нечего вертеться около моего сына. Так банально. Почему? Красиво. Да он наверняка поспорил, что ты ему дашь. Ты что думаешь, так от меня избавиться? Я думаю, что ты не существуешь. Ошибаешься. Я все, что у тебя осталось. Дура. Я. Вера, добрый день. А чего вид такой перепуганный? Анализы у тебя хорошие. Могли быть лучше. Ты как-то похудела. Никуда не годится. Надо питаться хорошо. Гулять. С родными встречаться. Тебя ничего не беспокоит? Нет. Все хорошо. Слабость. А так все нормально. Спишь как? Хорошо? Да. Галлюцинации? Нет. Красивые. Спасибо. Кстати, у нас сегодня в парке вечером внеурочное мероприятие для пациентов в отделении. Ты обязательно приходите, это на пользу пойдет. Спасибо. Я подумаю. Спасибо. 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 Поехали. Спасибо. Лера, Лера. Пойдем сюда. Нам очень весело. Бегите, я догоню. Давайте, ребята, прятки все вместе с игрой. Я найду вас, найду, найду. Сейчас первое. Праздник начинается. Давайте, дружок, мы с тобой другую музыку поставим, ладно? Так. И кто сказал, что чудес не бывает? Кирпо, оно сможет все. Объявляем новый год. Сегодня 29 августа. Да, налетай. Праздник! Поздравляем! Налетай на вода! Не смешайте! Ходите все! Праздник! С Новым годом! С новым счастьем! Спасибо! Какое? А ты к чему стали? Васились, Новый год! Держи! ован? Это подарок. Идите мне. Спасибо, что вы это сделали. Это все для тебя. Огромное спасибо. Веселимся! Все хорошо? Да. Врачи говорят, наверху. Нагрузка сильная. Должно пройти. Что-нибудь еще? Нет. Ты свободен, Юска. Все супер. Спасибо. Идиотская лук. Пикник нравится? Нравится. Больные подростки пляшут под дудку доброго принца. А ты, наверное, думаешь, что это все ради тебя устроено. А почему нет? Потому что ты дура. Некрасивая. Некрасивая. А он богатый подонок. Который играет с тобой. Богатый подонок? Который со мной играет? Да. Это я. Пойдем со мной танцевать, раз так. Прошу. Пойдем. Дура, 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 потом не говори, что я же тебя не предупреждала. Потом не будет, у меня есть только сейчас. Пойдем, пойдем. Пойдем. Разрешите? Слушай, Дед Мороз, Дед Мороз, а ты правда все желания исполняешь? А, я подумаю, что могу сделать по твоему поводу. Точно? Разве так бывает? Бывает. Со мной что-то происходит. Со мной тоже. Значит, так надо? Может быть, это правда, на обедние ночи все желания сбудутся? А чего бы ты хотела? Забыть обо всем и раствориться в космосе. Хорошо. Да, я понимаю. Понимаю, понимаю, понимаю. Да-да-да, да ерунда. Главное, что он согласился. И наплевать, что дорого. Мы найдем. Да. Хорошо, пишу. Так много. Нет-нет-нет. Нет-нет-нет. Нет, мы не отказываемся. Нет, мы найдем. Ни за что не отказываемся. Ты что, Сень? Знаешь, ты пусть он запишет нас на октябрь, если раньше невозможно. Вот, мы будем. Железно. Все, Сенечка родной, спасибо, да. Все, пока. Ланге посмотрел наши снимки и сказал, что он возьмется. Слава Богу. Он записал нас на 10 октября. Нам надо продавать квартиру. Ну, она наполовину эту сумму не тянет. Да. А я все-таки выжму. 220 я выжму. Почему я не брала взятки? Идиотка. Так, я позвоню одному своему бывшему студенту. Он, кажется, стал банкиром. Пусть даст мне кредит. Романтик. Для любого серьезного банка ты покойник. Никто тебе кредиты не даст. Нам дадут. Дадут, но под проценты, чем отдавать потом. Ну, ладно, потом и подумаем. Сейчас в первую очередь квартира. А мы с больным ребенком будем жить на вокзале. А что ты критикуешь? Придумали что-нибудь дельное? Я думаю. Все, покупаем обогреватель и уезжаем на дачу. Так, все, хватит. Я достану денег. Будем жить в долг, но квартиру я продавать запрещаю. Все. Точку. Не, ну, серьезно. Давайте радоваться. У нас появилась надежда. Костя прав. Да. Я тебя предупреждала. Ну, вот, Маруся, это твой пацан. Может, я не пойду? Подожди. Знаешь, какой он? Это душа всех компаний. Лер, иди сюда. Береги его, он лучший. Готова? Ага. Привет. А не хочешь спросить, куда едем? Теперь я люблю сюрпризы. Это дружеская услуга, так что на продолжение не рассчитывай. Ты точно не сон? Сейчас убедишься. Только чур не влюбляться. Да. Захар! Не подведи меня. Понял? Прошу. Поехали! 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 Подожди. Хорошо. Поехали! Пожалуйста. Спасибо. Так, это тебе. Как тебе наш космос? Выбер в любую планету, поселимся там на пенсии. Какая пенсия, Вик? Я же... Никто не умрет. Эта тема закрыта на ближайшие сто лет. Тогда на твой вкус. Хорошо. Берем самую маленькую. Сэкономлена тебе, раз ты такая тщедушная. Кстати, очень странное дело, правда? Маленькие мне никогда не нравились. Ах так? Есть сомнения? Я не знаю. Я все думал, чего меня так мотает по жизни. Чего я так все время ищу и не могу найти и бешусь от этого. Ну, ты чего? Оказалось, я искал тебя. Ну, ты чего? Эй! Я так не хочу, чтобы эта ночь кончилась. Что мы теперь будем делать, я не знаю. Зато я знаю. КОНЕЦ Ну, что, Константин Кириллович, вам одобрен кредит на 2 миллиона. Нет, мне нужно больше. Вот, все документы, у нас же жена стабильный доход. Ну, это не я решаю. Послушайте, у нас, у нас критическая ситуация. Ну, у всех критическая ситуация, а потом в банках куча должников. Ну, вы что думаете, что я нечестный человек? Вот, вот же все рекомендации. У меня безупречная репутация. Посмотрите, сколько у меня летных часов. Ну, для кредита это скорее минус. Самолет-то падает. Ой, ой, спасибо. Здравствуйте, Мария Тимофеевна. Здрасте. Помните меня? Да, конечно. Учитель Леры. А, конечно. Ну, как она? Ну, все от операции будет зависеть. Понятно. А психологически? Сначала, конечно, в жуткой депрессии была. А сейчас в какой-то непонятной эйфории. Можно я ее ищу? Конечно. Конечно. Только вы не говорите ей насчет операции. Она еще ничего не знает. Да-да, хорошо. Ну, а вы? Что в этом году ставить будете? Да мало. Магбета или Ворона. Но в этом году, Мария Тимофеевна, я студию не потяну. Да мне бы свой одиннадцатый до конца довести. Боюсь, не успею. Уходите из школы, да? А я так и знала. У нас в родительском комитете мамашки все время гадали, что этот красавец здесь забыл. Да. Я очень скоро умыл, Мария Тимофеевна. У меня уже пять лет рак. Вы знаете, жить с этим особое испытание. Вы, пожалуйста, скажите Лере всю правду. Это очень важно. Спасибо. Спасибо. Простите. Алло, где вы? Где? Я машу вам рукой. Я надеюсь, ваши новости стоят того. Чтобы я к вам вышла. Будьте уверены. Прошу садиться. Я нашел вам донора. Идеальное сердце. Молодое и анатомически подходящее. Что там, авария? Овощи? Родные, ты хоть согласна? Наш донор – пациентка больницы, где лежит Вика. У нее глиома, шансов на излечение нет. Но и метастазов опухоль не дает. Так что сердце в отличном состоянии. Вот, копия ее истории. А когда же? Ну, в наших интересах, чтобы это случилось не раньше, чем через месяц. Пока ей не исполнится 18. Нужно заручиться согласием ее родителей. Ну, или самой девушке. И, конечно же, будем молиться, чтобы Вик смог дождаться. Договоритесь с ее врачами, чтобы, не дай бог, какую химию не назначили. А лучше пусть повременят с лечением. Мне нужно здоровое сердце. Разумно. Но… Никаких «но». Хватит ошибок. Будет так, как нужно моему единственному сыну. Я этого не слышал. Слышал. Я удваиваю гонорар. И еще. Спасибо тебе. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, почему не готова к процедурам, а? Больная? Здравствуй. Доктор, ну как это? Да вы сейчас сами увидите, у нее прекрасная собачка. Подожди. Давай на окно. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Субтитры создавал DimaTorzok Как ты? Ничего себе аншлаг! Я же говорил, бодра и веселая. Привет. Здравствуй, Юлочка. Да она здорова, доктор. Вон какая улыбка до ушей. Так, ты ноутбук просила. Держи. Ой, спасибо. А это тебе от бабушки. О! Ты давно краситься-то начала. А, да я просто так. Ну что, Лера, через неделю поедешь домой. Ура! Хорошая новость. Огромное спасибо. Давайте мы не будем утомлять ребенка. Пойдемте ко мне в кабинет. До скорого. Постаравливай. Я тебе любые помады и любые духи куплю. Спасибо, бабочка. До встречи. Дедушка. Дедушка, ты тоже иди, ладно? Мне отдохнуть нужно. Да, конечно. Я попозже загляну. Ладно. Ага. Верка! Тебя же вылечили. Супер! Я кричать сейчас буду. Ну, теперь неинтересно. Ты не умрешь. Краситься начала. Скоро ты станешь обычной девчонкой, и я тебя брошу. Не бросишь. Я знаю. Угу. А есть надежда, что опухоль уменьшится? К сожалению, только операция. А если не операция, то что? Год жизни. Может быть, меньше. Я думаю, имеет смысл сообщить об этом, обо всем Лере. Нет. Ничего говорить мы ей не будем. Я сегодня впервые увидел, как она улыбается. А вдруг ухудшение? Мам. В октябре тему рак мы закроем. А сейчас дайте ей побыть обычным ребенком. Она не ребенок. Она прелестная юная девушка. И я хотел бы избавить ее от волнений хотя бы до 18-летия. У меня меньше нет. А я заплачу. И еще один кофе барышня. Только не крепкий. Спасибо. Ну что, познакомимся? Благодарю. Тоже пациент? А на вид здоровяк. Да так. Получил брак при раздаче, знаете ли. Учитесь? Все мы учились, в общем, понемногу. Чему-нибудь и как-нибудь. Мм. Пушкина любите? Нет, я Леру люблю. Вот даже как. А вы не торопитесь с выводами? Да, спешу. Жизнь одна. Вот что. Передай Лере, что познакомился с дедом. Он мировой мужик. Сказал, если что, оторвет мне башку. Ладно. Ты меня устроил. Рад познакомиться с тобой. Рад познакомиться. Что вам от меня нужно, а? А? Я все время тут вижу, как вы на меня пялитесь. Еще раз спрашиваю. Что вам от меня надо? Алло. Псих больница. Подожди. Что же это за порода такая, а? Божик. Вероятно, это техническая интеллигенция. Как с ними договориться? Денег дать возьмут? Конечно нет, не глупее. Поговорим, поймем, что к чему. Все карты у нас. Они не в курсе, что мы все про них знаем. А что мы знаем? Что они бедные? А вот что это за люди, это еще вопрос. Почему мы до сих пор ездим на этом ведре? Когда у других давно нормальные машины. Но ты же всегда был равнодушна к предметам роскоши. Машина это не роскошь. Так же как счет в банке на черный день. Ну успокойся, Шурик. Ты такой спокойный, что даже тошно. Те мурав там закроют. Как будто у нас в серванте лежит полмиллиона евро. Добрый день. Добрый день. Помочь с машиной? Просто мой водитель прекрасно разбирается в механике. И если вас не затруднит, то спасибо вам большое. Сергей, помоги людям. Вы что, знакомы? Это же козырь. А может быть, выпьем по чашке кофе, пока он будет возиться с машиной? Ну, конечно. Выпьем кофе. Привет. Можно к тебе? Можно. Здрасте. Возложили как на могилку. А я больше не умираю. Это прекрасно, Лера. Я очень рад за тебя. Что читаешь? О, кит на заклании. Откуда ты знаешь эту книгу? Дед дал. Видимо, думает, что если я это прочитаю, то снова захочу животных спасать. Но мне больше нравится быть злобным, бездушным монстром. Так вы меня назвали, да? Я очень жалею о том нашем разговоре. Да ладно, не убивайтесь. Вы ж тогда не знали, что у меня в голове рак. Юрий Васильевич, зачем вы вообще пришли, а? Чтобы дать тебе вот это. О, Господи. Сочинение за шестой класс. Вы серьезно? Вполне. Тут есть одна работа, называется «О чем я мечтаю». Мне кажется, будет интересно вспомнить, что ты тогда написала. Если что, у меня есть один хороший психолог. И обязательно займись спортом. Черт. Дед со своим Нобелем. Теперь вы. Я больше не хочу ни о чем париться. Мы сейчас живем, сегодня, понимаете? А что будет завтра, меня не волнует. Нельзя жить зажмуренными глазами, Лера. Можно просто ничего не успеть. Учите все. Вы больше не мой учитель. Там кто-то очень настойчивый, да? Вас это не касается. Сочинение-то все-таки прочти. До свидания, Лера. Счастливо. Оказывается, что это практически невозможно. Божидар Ватславич, можно, пожалуйста, автограф? Да, конечно. Пожалуйста. Спасибо. Хотя, мы готовы отдать любые деньги. Я слышала, что на органы есть очередь. Вода на всех. Независимо от денег. Разве не так? Да, очередь смертников. Даже там бюрократы и взяточники. Просто помочь человеку, и то невозможно. А вы помогаете? Да, мы помогаем. У нас есть фонд помощи юным талантам. Блавство все это. Что, простите? Мне кажется, что талант сам пробьется. А больным нужна помощь. Впрочем, это не мое дело. Я просто хотела сказать, что, на мой взгляд, всегда проблема не в системе, а в людях. А люди у нас дикие. Звери думают только о собственной шкуре. А в цивилизованных странах у каждого второго есть удостоверение донора, например. А наши даже жизнь свою застраховать боятся. Ну, наверное, из-за суеверия. Ну, почему боятся? Тут, скорее, вопрос духовного воспитания. Ну, конечно. Если человек воспитан в вере, он стремится помогать людям. Разве не так? Ну, да. И что же, мне надо вырвать почку, чтобы помочь ближнему? Ну, что вы, Александра, речь о другом. Вот если, например, кто-то смертельно болен, и его органы могут спасти одну или несколько жизней, то почему нельзя заранее все предусмотреть? Я, конечно, понимаю, что для вас это важный вопрос, но не каждый может на это решиться. И Вера здесь ни при чем. Ну, а что вы так нервничаете? Речь совершенно о нормальных вещах. Я... Я так реагирую, потому что я невольно переношу ситуацию на себя. У нас больна дочь, но я не желаю даже... Шурик, шурик. ...гипотетически рассматривать ее тело как материал для заплаты. Да, наверное, это не лучшая тема. Простите, я забыл спросить, а как ваша дочь? Вы нашли доктора? Да, нашли. Операция будет в Германии, и мы забудем об этой опухоли. Наверное, это не дешево. Ну, ничего. Мы осилим. Ну, дай бог, дай бог. Наверное, ситуация действительно очень острая, если в России не берутся. А в Германии дают какой-то шанс, да? Мы верим, что все будет хорошо. Ну да, ну да, понимаю, вера в чудо. Ничего вы не понимаете. Да неужели? Как интересно. Да, мне тоже интересно. Почему это вы только что рассуждали о милосердии, а теперь советуете нам не надеяться на спасение дочери? Ради бога, мы ничего не советуем, Александра. Куда уж нам. Мы с вами в разных вселенных. Вот именно. В вашей вселенной цивилизованно покупают органы у живых людей, а в моей продают последние трусы, чтобы наскрестить деньги на призрачный шанс. Саша, ну ты что? Сколько мы должны? Не надо. Пожалуйста. Мы уходим. Вставай. Саша, Саша. До свидания. До свидания. Машина на ходу, но двигатель пора менять. Так, сколько с меня? Ага. Потом вы меня выручите. Спасибо. До свидания. До свидания. Какие мерзкие люди. Особенно эта, стерва. Никогда бы их больше не видеть. Да и не увидишь, Саша. Забудь. Ну, я же просил тебя быть деликатной. Прости, не сдержалась. Какая нахрен интеллигенция? Совки тупые. Мистер Усов, но гордые. И упертые поленом не прошибешь. Особенно эта баба. Мелкая сошка понтов, как у прокурора города. Договориться с ними не получится. Это ясно. А если они все-таки наскребут деньги и увезут девчонку из страны? Не девчонку, а сердце Вика. Остынь, пожалуйста. Ну, не знаю, может, все-таки мы найдем какой-то другой вариант. Вот и ищи. А лично я в двойной фарт не верю. Я намерена когтями вцепиться в это сердце, и никуда они его не увезут. Не факт. Судя по всему, там крепкая ячейка. И все друг за друга. Значит, надо ее расколоть и начать с этой бабы. У них главный летчик. Кто? Этот тюфяк? Такие и бросаются грудью на абразуру. грудью на абразуру. Грудью на абразуру. Грудью на абразуру. Вы, наверное, поступать пришли. Ну, да. А что, рожи не вышли? Нет, что вы. Я, когда вас увидела, сразу подумала, такой красивый, нарядный мальчик. Наверное, большой талант. Позвольте мне дать вам один совет. Римма Марковна предпочитает, чтобы мы называли ее «Моя королева». У нас так принято. А вы знаете сегодняшний пароль? Нет. Сегодня у нас принято здороваться, прикасаясь друг к другу правой щекой. Вот так. Запомнили? Да. Мы пришли. Вам сюда, мальчик. Сюда? Да. Спасибо вам. Павел. Тебе что надо, сынок? Я... На три метра в сторону отошел. Ты кто такой? Извините. Ваш сын должен был договориться по поводу прослушивания. Вы помните? Ты Павел? Да. Ну ладно. Павел. В профиль повернись. Плечи распрями. На меня смотри. Улыбнись. Шире. Зубы ничего. А что, позориться будешь? Или передумал? Не передумал. Моя королева. Ну ладно. Я играю, а ты поешь. Поехали. Сердце красавиц, склонно к измене и к перемене. Как мы... Баритон. А яйца где? Что? Мужская харизма. Слышала такое? Можно что-нибудь посовременнее? Это ты в ресторане будешь заказывать. Я играю, ты поешь. Поехали. Гори, гори. Гори, гори. Моя звезда. Свободен. Римма Марковна, я... У меня просто нервяк какой-то. Я намного лучше могу. Я очень хочу у вас учиться, понимаете? Тут... Ты с моим сыном в больнице, что ли, лежал? Нет, я не лежал. Я навещал одноклассницу. Моя королева, позвольте, дайте мне еще один шанс. Это кто там ржет за колонной? Похоже, тебя разыграли, Павлик. Ну все, хватит смеяться. Лучше покажи, на что способна, раз пришла. Я так безропотна, так празднодушна, венжима очень, очень позвучна, и уступаю я, и уступаю я всеми во всем, всеми... Вешаться, не вздумай только. Вику привет и подружки твоей. Лера мне не подружка, она моя одноклассница. Как ты сказал? Лера? Лера Таланова. А что? Нет, нет, нет. Ничего. Ничего особенного. Просто нужно как следует к тебе приглядеться. Что-то в тебе есть. Ну или сделаем. Я офигела. Никогда они все поймут, что я больше не ботан. Ты как? Все в порядке? Пойдем к реке. Ты знаешь, я вообще не знаю, кто я такая, зачем живу. В Марсе умирающие киты меня больше не волнуют. Зачем мы живем? Ну просто, ну мы живем. А мне говорят, просто так ничего не бывает. Ну конечно. Взрослые всегда все знают. А ты знаешь, как меня мама называла в детстве? Мольжли Самина. И всем говорила, что я должен петь, потому что у меня голос. А мне не уперся этот голос. Я никому ничего не должен. Расскажи про свою семью. Лучше давай расскажу про нас. Пообещай мне, что ты никогда не будешь ругать наших детей. А у нас будут дети? А ты как думала? Чуваков пять, не меньше. И все будут счастливыми, потому что мы с тобой будем уважать их свободу. Смотри, мосты скоро разведут. Домой нам не попасть. Пойдем. Я знаю, что делать. Здравствуйте. Добрый вечер. Моя девушка заболела и опять потеряла свои ключи. Будьте добры, сделайте, пожалуйста, новый ключ от номера... 73, я полагаю. Вы остановились здесь? Да, конечно. Мы приехали несколько дней назад. У вас потрясающий город. 73? Нет. Пожалуйста. Спасибо. Пойдем, любимая. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Прощай, мне шутка. Субтитры сделал DimaTorzok Я что, на медведя похожа? Да. Уйди! Перестань! Ты скорее обезьянка, типа лемура. Напьешься и скачешь. Дурак. А у тебя веснушки даже на коленях. Ужас. Нет. Очень прикольно. Может, погасим свет? Музыка. 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 Не переживай, Лера. Мы обставили твой первый раз так, что это будет реально круто. Проблем. Продолжение следует... Ну что, до завтра. Пока, до завтра. Иди. Э, подойди-ка сюда. Ругать будете? Ты же знаешь, почему она здесь? У нее был рак? Был. И никуда не делся. Это всего лишь ремиссия. Никто не знает, насколько. Ей нужна серьезная операция за границей. Это ее единственный шанс. А как? Лера думает, что здорова. Ну и пусть думает. Ее родные так решили. Только ты в это не лезь, хорошо? Какая операция? Такая. Когда ее небогатые родители найдут 350 тысяч евро на немецкого доктора. Почти нереально. Да, этого разговора между нами не было. Просто, мне кажется, ты должен знать. Толя! 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 О, привет! Привет. Привет, Костя. Хорошо, я тебя встретил. Я все это не могу до тебя дозвониться. Ну что, ты подумал? Сейчас. Секундочку. Ребята, вы там закончили. Давайте быстрее. Проходите, пожалуйста. Извините. Слушай, Костя, сейчас такой напряг с финансами. Так что свободных денег нет. Толя, ну, у меня край, ты же знаешь. Ну, хорошо, старичок. Вот. Все, что могу. Я сейчас дом строю, а строители кровь пьют, а еще пол-дела не сделано. Под Новый год босс, может, премию выдаст. Ну, вот тогда… Ну, если честно, я кредит взял, подработка нужна. Ты узнай у своего босса, может быть, кому-нибудь из товарищей личник нужен. Кстати. Вот. Хорошо, Костя. Обязательно узнаю. Обязательно. Ты прав. А сейчас я просто опаздываю. Да-да-да, конечно. Всего хорошего, Костя. Давай. Ты не грусти. Все будет хорошо. Внимание. Объявляется регистрация обережа. Все оформления погаса. Пожалуйста. Пожалуйста. Константин Кириллович, у меня к вам деловое предложение. Я в курсе всей вашей ситуации с дочерью. Откуда? Не важно. Нет, важно. А вы кто такой? Скажем так, я посредник вашего доброжелателя. Я хочу предложить вам заработать нужную сумму. Вы знаете, сколько мне нужно? Знаю. Много. Работа не пыльная. Вам просто из ближайшего рейса в ЮАР нужно привезти будет небольшой сверток. А за выполненную работу, за доставку, я заплачу вам 50 тысяч евро. Я сяду на 15 лет, за перевозку наркотиков. Никуда вы не сядете. У вас прекрасная репутация. Вас толком никто не проверяет. Слушай, ты неизвестно кто. Ты не боишься, что я тебя сейчас отведу к ближайшему, к постовому? Константин Кириллович, подумайте. У вас семья. Мало ли, еще что-то может произойти. Ты что, мне угрожаешь? Если вы выполните эту работу, и все пройдет на ура. Несколько поездок, и ваша проблемка решена. Я не хочу с тобой иметь никаких дел. Вот мой телефон. Подумайте, время еще есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Все. Я же сказала, у нас все. Зачем ты здесь? Хотел тебя увидеть. Как Лера. Ей лучше. Завтра выписывают домой. Это здорово? Здорово. Просто отлично. Она проживет месяц. Может, год. А потом умрет без операции, потому что просто нет денег. Шура, у меня есть немного. Я помогу? Все будет хорошо. Все будет хорошо. Шурка, все будет хорошо. Мам, какие пирожки-то на ночь глядя, а? Голь на выдумке хитра. Угу. Тортики на заказ. Оказывается, очень неплохая шарашка. Представляешь, на пять Наполеонов три тысячи чистого дохода. Шарашка. Вот я и тренируюсь. Мам, ну это же идиотизм. Мам. А что я еще могу сделать? В проститутки податься? Так не возьмут, стара. Нет, нет. Я не хотел тебя видеть. Ты что? Наличность. Мам. Все сюда. Мам. Это я просто дошел до ручки. Вот сюда. В наш банк. Чаю хочешь? Мама, я не так прожил жизнь. Я никто. Да что ты, о чем ты говоришь? Как это никто? Никто. Ты самый умный, самый добрый, самый хороший человек. Удивительный. Сынуля, я тобой горжусь. Да, мама. Ты мне гордишься. А вот моя родная жена. Шурик! Тихо, тихо, тихо. А где Шурик? Почему я ее вижу раз в неделю, мама? Не волнуйся. Она скоро придет. Пойдем-ка я тебя лучше спать уложу. Пойдем. С кем ты напился-то? Один. Не надо меня укладывать. Мам, мам, мне сорок лет. Сорок лет. Я имею право на пиццу. Имеешь право. На пиццу. Имеешь право, родной мой. Ну, конечно. Вообще, мам, я тряпка. Ты не тряпка. Ты не тряпка. Конечно, ты не тряпка. Ты что? Ты о чем? Не тряпка ты, не тряпка. Пойдем. Пойдем, я тебя положу. Ух ты. Пойдем, мой хороший. Пойдем, пойдем. Я сделаю все, чтобы наша Лерочка сжила. Конечно. Я даже убью ради… О, господи. Ее. Ну что, ты готова? Дед, послушай. Что такое? Я мечтаю выйти замуж на берегу моря. Я верю, что море – это единственное, что осталось от Рая, когда он еще был на земле. Я хочу стоять босиком на песке в белом платье, чтобы играла веселая музыка, и какой-нибудь старый капитан читал хриплым голосом по бумажке. Согласны ли вы, Валерия, и… И кто? Жених-то имеется? Дед Бетлев, где-то ты насочиняла. А сейчас прочитала, аж за душу взяла. Ну, идем, фантазерка. Бабушка в машине ждет. Давай. Дедушка, ты иди. Мне нужно минутку кое с кем попрощаться. Ладно, аж два. Ку-ку. Ненавижу прощаться. А вдруг мы больше никогда не увидимся? Ну, ты глупый лимур. Мы увидимся завтра в шесть вечера на набережной Шмидте. Придешь? Конечно. А если мы только здесь могли быть счастливыми? Ну, ты что, сдурела совсем, что ли? Я тоже сегодня сваливаю отсюда. И забудем это заведение, как глупый сон. Я вот думаю, вдруг это все был сон, и он прямо сейчас кончается. Вот смотри. Это секунда. И она никогда не закончится. Дурочка ты. Я все равно тебя люблю. Ты правда это сказал? Да. Сказал. Других слов пока не придумали. Все, иди. А, да, постой. Телефон-то мне запиши. Ага. Лерунчик, сейчас обедать будем. Пора тебя откармливать. Знаешь, была так странная. Как будто все меньше стало. Комната, как не моя. Твоя, 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 твоя. Отвыкай давай от больницы. Знаешь, Юрий Васильевич, старые сочинения принес. Угу. Он все-таки заходил к тебе? Заходил. Вот. Прочитал, чуть не разревелась. Заходил к тебе и все рассказал, да? О чем? Ну как? У него же тоже онкология. Только, как я поняла, безнадежная стадия. Да, жаль мужика. Он совсем один остался. Совсем этим. Лир! О, опять дверь открыл. Надо бы замок поменять, что ли. Пусть сами меняют. Мы здесь при чем? А, Лерончик, ты же ничего не знаешь. На них же соцзащита наехала. Хотела ли, хотела детей забрать вообще? А эта безумная в драку кинулась. Ну и в итоге ее в психушку, а детей в приют. А этот оболтус на мне. Приходится с ней гулять. Не оставлять же его. Помирать в этой пустой квартире. Такие вот дела. Вот. Сиди, жди. Сейчас приду. Успокоилась? Попей чаю, это остынет. Вы были правы во всем. Я действительно монстр. Я разрушила людям жизнь. Не думай так, Лера, это тупик. Ты совершил ошибку, которую можно исправить. Люди сплошь и рядом ошибаются. Юрий Васильевич, почему вы никогда не говорили, что больны? Ну, во-первых, первые четыре года я был уверен, что вылечусь. А потом уже не имело смысла говорить. У меня оставался мой год. Я не хотел его прожить под косыми взглядами. Год. Я только теперь поняла, почему вы нам дали эту тему. Простите меня за то, что я вам тогда наговорила. Вы, на самом деле, всегда были моим самым любимым учителем. Спасибо, Лера. Вот ради таких моментов я и работаю в школе. А что за надпись? А вот это и есть мой год. Почитай, если хочешь. Кто такая Елена? Несбыточное желание в моем списке. Там еще несколько таких есть. Я, например, никогда не смогу доспорить с отцом, потому что его уже нет в живых. Я никогда не смогу вернуть Лену, потому что я сам во всем виноват. А теперь уже поздно. Разве может быть поздно, когда осталось так мало? Почему мало? Мой год еще длится. Он состоит из минут, каждая из которых не должна пройти зря. Это огромное богатство, Лера. Нет, ты не подумай, я не плак, Санта. Просто после химии у меня нарушилась работа слезных желез. Выгляжу как идиот, поделать ничего не могу. Да. Вот так получилось. Представляешь? Да ничего дарить я ему не буду. Ну и правильно. Достаточно того, что ты бесплатно даешь концерт Лева Головорезов. Почему ты еще не готов? Как я не хочу. Как я не хочу ехать. Как я устал. Просто ненавижу Москву. Ну, Божик, ну перестань, мальчик мой. Ну, что ты. Это работа. Ну, соберись. Давай, соберись и поедем. Ладно, ладно, ладно. Хорошо. Давай. А? Посмотри. Ну, что за мальчишка, а? Опять сбежал из больницы. Его просто надо... Запереть дома. Угу. И ты это сделаешь, ладно? Давай. А давай мы никуда не поедем? Мальчик мой. Мальчик мой одной. Ну, что? Соскучились? Тихо, тихо, не убьешь, тихо. Мама, короче. Да, Маха. Ну что, как ты? Не волнуйся. Мама, ну ты же меня всегда понимала, да? Бабки нужны. И сегодня. Ах, еще и сегодня. Ну, ты не обнаглел? Угу. Не знаю ничего. Говори с отцом. Ну, и зачем тебе нужны деньги? Для хорошего дела. Ладно, я влюбился там, в больнице. Деньги нужны для нее. Ну, и что? Ты постоянно влюбляешься? И тратить деньги на каждую твою маню? Лично я не собираюсь. Ее зовут Лера. И она не каждая. Я ее люблю. Лера? Ну, нет, так не бывает. Ну, я тоже думал, не бывает. А оказывается, бывает. С первого взгляда, как у вас с мамой. Судьба? Короче, ей нужна операция. Иначе она умрет. Понимаете? Она умрет. Рима, спокойнее. Она умрет. Она умрет. Она умрет. Мама, ты что? У нее рак мозга. Сплошная каша в башке. Нечего оперировать. Откуда ты знаешь? Папа. Я не дам тебе ни копейки. Ты слышишь меня? Операции не будет. И ты ее не любишь. Ты понял меня? Если Лера умрет, я тоже сдохну. Разобьюсь на мотоцикле. Слышишь? Ты мамы не хотела. Сядь, успокойся. Ладно, я понял. Сынок. Хочешь воды? Дай ему воды. Иначе мой, что с тобой? Бог ты мой! Дай воды! Ложись. 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 Лежишь пока. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Останавливай. Останавливай. Эй, девушка, ты чего здесь сидишь? Случилось что? Ну, глаза покажи. Сколько времени? 11 часов. Что случилось-то, а? Скажите, пожалуйста, а сегодня были какие-то аварии или несчастные случаи? Да вроде особо ничего. Пару драк, бытовуха. А что? Парень такой высокий под машину не попадал. На свиданок, что ли, не пришел? Так ты ему позвони. Я не знаю, у меня нет ни адреса, ни телефона. Ладно, ладно. Не убивайся там. Хочешь, найдем. Фамилию ты знаешь? Не знаю. Я вообще ничего про него не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поздно гулять Я отпустила ее Я думала, что она пошла к своему педагогу Юрию Васильевичу Я уже звонила ему, звонила Он сказал, что ее нет и не было Ей почти восемнадцать Она просто гуляет Вернется Она никогда так не делала Что случилось? Что случилось? Что? Изнасиловали? Лерочка Ну что? Что случилось? Лерочка, тебя обидели, да? Ты можешь нам все рассказать Ты можешь нам все рассказать Не бойся, расскажи все Он не пришел Кто? Лера, кто не пришел? Кто куда не пришел? Оставьте меня в покое Оставьте меня в покое, пожалуйста Лера Лера! Саша, 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 Саша Не трогай ее Я не понимаю, у нее что, Роман? С кем? Кто знает? С Павликом? Она с ним в больнице познакомилась С кем? Ты что, все знаешь и молчишь? Потому что это не наше дело Как это не наше дело? Моя дочь по-тихому встречается с каким-то подонком Почему подонком? Почему сразу подонком? Я не понимаю Нормальный парень Зовут Вик Ну, как я полагаю, Виктор Костя, это ведь не может быть то, что я думаю Как зовут сына Козыря? Ну, они говорили Вик Я знаю, что делать Он? Да, он А какая разница, собственно говоря, а чей он сын? Этого не может быть А что тут невообразивое? Ему нужна пересадка И я не удивлюсь, если эти люди Вынут сердце из живого человека Для своего мальчика Костя, что ты молчишь? Ты их видел? Даже если это так Лера ничего не должна знать об этом Пощадите ее чувства В конце концов Какие чувства? К нему? К нему у нее не может быть никаких чувств Шурик Ну, ты сама слышишь, что ты говоришь? Не хочу слушать С этими людьми у нее не может быть ничего общего Я, я костюм лягу Ну, ты чего? Я жить без него не могу А он не пришел Он, наверное, меня бросил Или погиб Хотя нет, хуже, если бросил Ой, господи, на что я говорю Это такое Лера, послушай Ты бы лучше наплевала на гордость Да позвонила бы ему сама У меня даже нет номера Я ему свой записала А он ни разу не позвонил мне Я даже фамилию не знаю Послушай меня Вик твой Сын Божидара Козыря Если бы с ним что-нибудь случилось Сейчас бы все телеканалы трубили Так что успокойся Прошу тебя Правда? Сын Козыря Приступ купирован, он стабилен Меня очень напугало кровотечение Можете говорить в голос После такой дозы лекарства Он проспит сутки Кровотечение легочное Из-за клапана Я предупреждал Что ему нужно избегать стрессов Перестань звенеть, я свихнусь Где же эта чертова Лера? Поищи какого-нибудь малыша Либо любимая Мне так же пошло, слушай А вот на Эл есть Лемур Только не звони, ради Бога Мы и так его довели Ты думаешь, я себя не леню, Божик Я обещаю, я клянусь Я буду осторожней Буду сдержаннее Буду умнее Больше никаких резких телодвижений Так, все Теперь он ей никогда не дозвонится Ну, это его не остановит У меня есть план Он просто влюбился Чушь Даже не говори мне Это все чушь Звони Георгу Предупреди его Завтра мы к нему приедем Ну, как же так Мы его вот тут оставим Ты не понял меня? Мы его больше не оставим Ни на секунду Доктор сказал, он стабилен Он хотел денег Значит, дашь ему заработать денег И не звени Тихо, тихо, тихо Больше никаких больниц Никаких клиник Будет все время с нами Завтра же заберем его с собой в Москву Подальше от этой девки Молока тебе согреть? Ты не сердись на меня Я просто сегодня очень сильно переволновалась Я не сержусь Ты думаешь, я не понимаю? Я понимаю Ты влюбилась Это, знаешь, в юности кажется, что ты на всю жизнь Мне не кажется Мам, а ты когда поняла, что любишь папу? Однажды мы шли из школы Была ранняя весна Март, все таяло Он взял меня на руки И перенес через лужу Поцеловал шею Думал, что я не замечу А я заметила И мне казалось, что у меня там ожог Вот видишь, ты до сих пор помнишь Двадцать лет вместе И любите друг друга, как прежде Вы идеальная пара Почему у меня должно быть иначе? Мамочка, ты чего? Не плачь, пожалуйста Я не плачу Просто я тебя очень люблю Пойдем спать Нужно отдохнуть Пойдем? Мам, я тут дело натворила с этим дурацким заявлением Должна все исправить Поможешь? Конечно Конечно, помогу Только завтра Все завтра Да? А я постарела Старость Это не твое Как ты думаешь, Божик? А у нас получается Та жизнь, которую мы с тобой так мечтали Рима, мы сильные И у нас все получается И получится А я тебя люблю Так Как двадцать лет назад А я хочу, чтобы и Вик И Вик меня обожал Так же, как в детстве Как раньше, помнишь? А он пытается со мной воевать А, продержим его подольше в Москве И нарисуем вокруг кучу смазливых девок Не нужна куча, нужна одна Ага Это о ком-то конкретном? Дочь Георга Ты она? Да В нынешней ситуации Это даже Полезно для нашего бизнеса Какая ты коварная Иди ко мне Ира Ира Черт Да, кто это? А, можно Леру Кого? Леру Да вы звоните Среди ночи Ну, что за хамство Номер проверьте Абонент Абонент Ешь свой завтрак И собирайся Или скажи Что брать, я сам вожу Я никуда не еду Моя девушка больна Я должен быть с ней Все Ну, что ж А деньги Уже тебе не нужны? Еще как нужны Вот вы свалите А я поебаюся Ваши цацки солью Значит, будет так Ты сейчас встанешь Соберешь манатки Сядешь в машину А в Москве Выйдешь со мной на сцену Заработаешь Свои 350 тысяч Идет? Ты заплатишь мне За совместные выступления, да? Угу Разве я Когда-нибудь тебе врал? Моя мать не даст тебе заплатить У нее какой-то комплекс по Фрейду Еще не видел Леру А уже ее ненавидит Сынок, это Бред какой-то Ну, перестань А то не видел Как она вчера кричала Какой ты еще мальчишка Ты не знаешь женщин Это очень сложный инструмент Одна неверная нота И... И гармония нарушена Не надо только мне втирать Про гармонию Да ты не сердись на нее Она тебя обожает И очень сожалеет о том Что вчера произошло А ты знаешь, что это она Предложила дать Тебе заработать Правда? Конечно, правда Твое чириканье пока что Действительно стоит гораздо меньше Но мы тебя понимаем Так что И ты пойми нас Ну Давай Вставай, собирайся Здравствуйте У меня тут подруга лежит Как я могу к ней пройти? Пропуск есть? Вы к кому? Я к Герене Федовой Сейчас Вот, пожалуйста У вас нет в списке? Нет, это, наверное, какая-то ошибка Или я день перепутала Все посещения Только родственникам Ну, пожалуйста Мне очень надо Или с разрешения Лечащего врача Спасибо большое Я не имею права Пустить вас к больной Послушайте У нее больше никого нет Я должна ее увидеть Давайте мы закончим Этот бесполезный разговор Светлана Александровна Давай сюда с нашатырем Давай, давай, давай Быстрее, нашатырь Ну? Ну? Очухалась? Встать можешь? Мне плохо Голова кружится Давай на диван Света, я была врача Проводи ее потом Ну как? Послушай меня Я сейчас схожу за тонометром Сделаю тебе сладкий чай И вернусь, хорошо? Хорошо Спасибо, хорошо Спасибо, боже Спасибо, боже – Здравствуйте. – Здрасьте. Ой, извините. Наконец-то я вас нашла. Я тебя прямо сейчас задушу. Не надо? Послушайте меня, я очень-очень хотела забрать заявление, но не успела. И что тебе помешало? Я была в больнице с опухолью мозга. Все думали, что я умру. Но я только вчера узнала, что с вами случилось из-за меня. Как сейчас себя чувствуешь? Сейчас хорошо. Ремиссия. А у меня-то комиссия! Я одна за колец, понимаешь? Я за детей дралась! Они мне протокол и сюда до пояснения! Я все сделаю, я обещаю. Правда? Дура! Малолетняя! Ты хоть понимаешь, как они сейчас там в питомнике? У Мишки, наверное, лекарства кончились. Скажите, какие? Я куплю и принесу. Дома. В холодильнике. Синие пачки. Резинка перевязана. Ключ под ковриком. Блин! Сильвер, небось, уже сдох. С ней моя бабушка гуляет и кормит. Спасибо бабушке! Гера, послушайте. Я вас вытащу отсюда, правда? Я виновата, но я все исправлю. Вам главное придумать место, куда вы сможете сбежать. Сейчас надо залечь на дно, понимаете? Придумайте место, в которое вы можете спрятаться. Я не могу. Деньги не для тебя, а для твоей дочери. Но ты же ее даже не знаешь. Это можно исправить. Я же сказала, что от тебя я ничего взять не могу. Не надо так со мной. Спасибо тебе. Я верну и… Не смей. Слышишь, не смей даже думать. Это не кредит, это мое участие в своей жизни. Я хочу этого, ты понимаешь? Если Лерка поправится, я разведусь. Мама, извини, я на минутку. Ты узнала, что я просила? Лер, ты хотя бы поздоровалась. Антон Сергеевич, познакомьтесь. Это моя дочь Валерия. Здравствуйте. Очень приятно. Очень приятно. Ну так что? В каком приемнике дети и что можно сделать? Ничего не нужно делать. Это другая система. Я смогла только навести справки. Вот адрес приемника. Угу. Спасибо. А ты можешь как-то повлиять на психиатрическую экспертизу? Ну, конечно, нет, Лера. Ну, ради бога. Не надо ничего выдумывать. Иди домой. Я опаздываю на совещание. Я могу подбросить? Спасибо. Но это неудобно. Очень даже удобно. Да, Лера? Можно было бы. Это положишь дома в шкатулку. Угу. Смотри, не потеряй. Хорошо. Спасибо, Антон Сергеевич. Поехали. Да. Пока. Угу. Ну, поспи, поспи. Ну, что ты сопротивляешься? Это же лекарство. Уколы действия. Я жду звонка. От этой девочки? Сынок, я же тебе уже сказала. Я больше не касаюсь твоих сердечных дел. Люби, кого хочешь. Это твое дело. Спасибо за понимание. Послушай, пап. Я тут подумал, раз уж мы будем вместе выступать, то... Может, Ферис будет использовать мои аранжировки? Ну, не думаю, что зритель это поймет. А почему нет? Сделай, как хочет наш Джель Самина. Мама, я тебя умолю, перестань меня так называть. Хорошо, хорошо. Только спи. Тебе надо отдохнуть, слышишь? Если суд детей отнимет, я буду в этом виновата. Так, у меня в бардачке блокнот есть. Достанивай, запиши фамилию, адрес, номер больницы и дед приемника. Я попробую что-нибудь сделать. О, прикольно. Вы с мамой работаете? Нет, я в дружественной организации. У нее такой же платок. Какое совпадение. А это моя дама сердце оставила. Ясно. Вот. Ничего не обещаю, но попробую. Угу. Звонка он ждет. Не дождется. Когда проснется, будет скандал. Ой. Ну а я тут при чем? Не будет же он у меня в карманах лица. Ну, Рыся, откуда у тебя такая ненависть? М? Почему ненависть, Боже? Это любовь. Просто я мать, а это тоже работа. И я очень люблю свою работу. Ну, конечно. Я так и знала. Так. М-м-м. М-м-м. Так. М-м-м. Спасибо. Дим! Дим! Иди сюда! У меня лекарство для Миши. На, спрячь. И чё? Спасибо тебе сказать. Не дождёшься, стукачка. Вам надо бежать отсюда. Я помогу. Издеваешься, да? Другого выхода нет. Иначе вас по суду заберут. Ну уж я об этом не думаю. Да тут охраны почти нет. Был бы один, давным-давно бы убежал. Но Мишку жалко. Дим! Отойди от забора! Во сколько отбой? В полдевятого. Значит, в девять? Вон на том углу. Я буду на машине. Восьми. Ну как я ж бегу-то? Напрягись, ты ж мастер выдумки. Ровно в девять. Понял? Да. Да. Ой. Где же она? Мистя какая-то. Ты набираешь? Да, да, да. Недоступен. Куда ж он подевался-то? Ты здесь посмотри, сынок. Где он? Он был у меня в руке. Глянь под ковриком, говорю. А что ты меня так смотришь? Что, я же взяла твой телефон? Я не знаю. Что мне думать? Ну, может быть, он выпал. Ну, не мог он выпасть, ну? Мы остановились на заправке, когда ты спал, и открывали заднюю дверь. Зачем? Что ж за человек-то такой? Ну, открывали заднюю дверь. Я тебя поудобнее укладывала. Значит, надо на заправку вернуться. На сто пятьдесят километров назад? Ты в своем уме? Сынок, поедешь в Москву, купишь себе новый телефон. Ну, что ты в самом деле? Мама, мне нужен мой номер. Послушай, приедем к Георгу, сразу пошлем Оскару в офис связи, он все восстановит. И утром получишь свой номер. Утром? Да, утром. Утром, утром. Давай, запрыгай. Утром. 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 Лера! Лера, мы здесь! Что случилось здесь? Потом расскажу. Кошмар! Зачем ты это сделал? Вот здесь. Сюда? Да. Давай, давай, давай. Скорее. Залезай. Поехали. 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 Мама! Поехали! 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 Стой! Стой! Поехали! 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 Он не вязался. Теста осталось мало. Заходите. Место есть? Есть. Проходим. Маршрутное такси до Выборга. Отправление через две минуты. Проходим рассаживание. Спасибо тебе. Ты столько для нас сделал. Да что ты, я вам всю жизнь испортила. Бежите неизвестно куда. Как неизвестно? Известно. Девушка, едем? Сейчас. Тебе скажу. Есть такое место дикое. Туда люди из города уезжают. Понимаешь? Настоящую жизнь, ближе к природе. Слушай, там есть доктор. Он тоже из города туда уехал. Так вот, если твоя опухоль опять обострится, понимаешь, приезжай туда. Поняла? Хорошо. Подожди. Все, все расселись. Едем. Подождите. Да что ж такое-то? У меня в рейде. Доехать ты туда можешь. Только по этим координатам. Поняла меня? Хорошо. Сейчас, подожди. Деньги забыла. Лера, ты меня прости за то, что я тебя взяла. На самом деле, ты замечательная девушка. Так, я и без вас и еду. Да сейчас, подожди ты. Держи. Ты что, кассу грабанула что ли? Возьми, вам выживать придется. Слушай, я не могу. Тридцать штук беру, потом верну как смогу. Поняла меня? И за псов смотри. Обязательно. Счастливого пути. Я все сделаю, чтобы вы смогли вернуться. А что, Мария Тимофеевна, сыр хотя бы в нашем доме имеется? Нет, Кирилл Иванович, не имеется. Пап, возьми соус. Опять соус. А кто взял деньги? Я не трогала. Ой, это я взяла. Кстати, у меня потрясная новость. Что вы все так напряглись? Я вся уладила с Герой. Мам, ты только не ругайся, я немножко закон нарушила. Лера, где деньги, которые здесь лежали? Сейчас принесу. Сама же говорила, что люди важнее денег. Шуренька, успокойся. Все будет хорошо, увидишь. Она всего тридцать тысяч взяла, сказала, что все вернет. Мам, ну ты тоже могла бы и похвалить. Они в косметичке были. Ой. Кажется, меня обокрали на вокзале. Идиотка. Идиотка. Какая же ты идиотка. Это были деньги на операцию. Без нее ты умрешь. Ба, какая операция? На Германии. Ох, Лера. Зачем ты взяла эти деньги? Зачем? Там еще кредит был. Ой. Там еще тридцать тысяч евро было в конверте. Какие тридцать тысяч евро? Ой, не важно. Это все. Все, конец. Почему мама сказала, что я умру? Лерусь. У... Улучшение было временное. Опухоль оказалась агрессивной. И осени нужна... Обязательно нужна операция. Если это все правда, то почему вы все молчали? Сколько мне осталось? Сколько? Они сказали максимум год. Год. Лера. Лера. Я что, по-вашему, не человек? Это же мой год. Моя жизнь. Вы же мои самые близкие люди. Неужели вам так на меня наплевать? Кетвертая. Испытаться. Ежем. Испытаться. 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 Юрий Васильевич. Родственница? Нет, я друг. Ему в хоспис надо. Там морфин. Сколько потребуется, будут колоть. А у нас каждая ампула на счету. У него был сердечный приступ на фоне болевого шока. Завтра из поликлиники придут. Я вот тут написал, что вам надо. Так что требуйте. А насчет хосписа подумайте еще раз. Хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. Юрий Васильевич, вам очень больно. Мне хорошо. Он мне морфи вколол. Так что, если засну, прости. Юрий Васильевич, давайте я отвезу вас в хоспис. Нет. Я знал, что это случится здесь. Тут мой дом. Тут мои книги. Иди. Только, пожалуйста, не надо плакать. Это лишнее. Ты иди домой. Иди. Я завтра приду. И послезавтра. Да. Обещаю. Иди. Иди. Пьянь. Пошла ты. Да. Иди ты. А ты чего здесь? Ты в курсе, что Ювэ умирает? Нет. Ясно. У него нет никого. Захочешь прийти, будет в тему. Ладно, не кисни. Предатель. Лера, ты сама такая? Я? Лучше всех. Вот это самый главный вопрос. Если ты на него ответишь, тогда... Я пойму, все. Ладно, бажданок, давай о делах потом. А сейчас отдохнем, выпьем немножко. Как скажешь. А где ты, она? Меняют перышки наша птичка. В последний момент решила, что платье слишком открыто. Наверное, стесняется Виктора. Наверное, да. Сынок, я тебя прошу, сделай, пожалуйста, лицо понаряднее. Сделаю, как только Оскар мне телефон привезет. Где он? Ну, это же Оскар. Если он сказал, привезет, значит, привезет. Здравствуйте. А вот и моя девочка, красавица. Здравствуй, Теоночка. Посмотри. Что я тебе привез? Мне? Да. Открывай. Дядя Божидар, вы меня так балуете, Ненен. Не так долго с ней кукол дарил. Боже, как в Ребе летит. Ну, ладно тебе, завел свою шармону. Просто чего? Пойдемте лучше к столу. И то верно. Ну, пойдем. Я сейчас подойду. Идите. Здравствуйте. А Вика можно? А кто его спрашивает? Это Лера. Ах, Лера. Знаете что, Лера. Вы прекратите ему навязываться. Самой-то не против. Простите, я не понимаю. А я объясню. Вик в Москве. У своей невесты. Мы красиво сидим всей семьей за большим столом. Так что все Маши, Оли, Веры и Леры могут дружно взяться за руки и пойти водить хоровод. Это понятно? Если есть, капля гордости. Не надо больше звонить сюда. Эта любовь не дожила до утра, И до зимы она не дожила. И намотав немалый километраж, Она ушла искать другой рай. Эта любовь не дожила до семи, И до детей она не дожила. До волосков не дожила седых, Зато дождем холодным пролилась. Эта любовь не дожила до утра, И до зимы она не дожила. И намотав немалый километраж, Она ушла искать другой рай. Эта любовь не дожила до семи, И до детей она не дожила. До волосков не дожила седых, Зато дождем холодным пролилась. Спасибо. Мои любимые песни. Ну что ж, ты отлично порепетировал. И считай, что уже на твоем счету сто тысяч. Боже мой, какая пара. Да, наши дети выросли. София, тебе тоже кажется, что они подходят друг другу? Конечно. Может быть, через несколько лет. Теночка совсем еще бутон. Чистая, как слеза. Ну, давайте выпьем за детей. Да, за детей. За детей. Мне очень понравилось, как ты... как ты пел. Спасибо. Спасибо. Лера! Разбудил? Слушай, я только-только освободился, я, чтобы позвонить. Встал звонить, а ты не отвечаешь. Ты где? В Москве. Ладно, слушай, тут понимаешь… Не надо ничего объяснять. Привет, столица. И никогда мне больше не звони. Никогда, понял? Здрасте. Здрасте. Алло, это Ланов. Я согласен на ваше предложение. Вы говорили пятьдесят тысяч евро за рейс. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры делал DimaTorzok Доброе утро, Римма Марковна. Привет. Надеюсь, здесь нет камер? Или Георг и за нами следит? Нет, Римма Марковна. У хозяина камеры только по периметру. А вот это Анна Георгиевна весь дом в прослушке. Да? Но здесь ничего нет. Здесь можно говорить. А зачем это ей? Хочет быть в курсе всех дел. Это как понимать? Ну, следит за отцом, за его делами, разговорами. В общем, на отца компромат собирает. Да, расцвел бутон душистых пререй. Как все не кстати. Помоги. Подожди. А что, Георг? Никакую игру там не мутит за спиной моего Божика? Нет, Римма Марковна. Я ничего не слышала. Вы можете быть спокойны. Возьми, возьми. Берет тебе комплект к тому кулону, что тебе в прошлый раз перепал. Спасибо. Спасибо. А если будет информация, ты знаешь, кому звонить. Хорошо, Римма Марковна. Я все сделаю. Ступай. А вот и кальян. А вот и кальян. Хороший. Угощайся. Ты деньги за товар получил? Да, получил. Но с опозданием. Понимаешь, этот прыгкий трепач с большими связями оказался. Его чертов клуб вся элита облюбовала. Так что по-хорошему договориться не получилось. Как же все решилось? Ну, клуб остался. Так что ты с товаром не задерживайся. Там теперь мой племянник хозяин. Ну, а как же другие москвичи будут покупать по прежней цене? А другие все поняли. Пока я жив, все остается как прежде. Ты не переживай, все под контролем. Конечно, все будет нормально. Теоночка! Теона! Это тетя Римма! Выйди, солнышко! У меня к тебе дело. Ой, простите, заспалась. Ну, конечно. Я понимаю, девичьи сны, они как мед. Давай присядем. Вот так. У меня к тебе одна необычная, я бы даже сказала, деликатная просьба. Дело в том, что наш сын попал в беду. Что случилось? Ты знаешь, что Вик, он… Он для меня… Смысл моей жизни. Разумеется, я хочу для него только счастья. А он… Он… Связался в Питере с какой-то мерзкой, гадкой, помылышной девкой. И дело даже не в том, что она не нашего круга. Она больна чем-то жутким. Через день-два помрет, прости господи. Вот это страсти, тетя Римочка. Новик же все время заводит романы. Может, пройдет? Ну, он на ней зациклился. Он твердит, что это на всю жизнь. Хочет спасти эту бедную дворняжку, чуть ли жениться на ней не собирается. Я понимаю, я понимаю, наверное, это просто мой материнский эгоизм. Ну, чего это мое сердце? Эта девка, она его погубит. Что я могу сделать? Его просто надо отвлечь. Ну, помнишь, как вы дружили в детстве? Он же тебе очень нравился. Мне кажется, что вы очень подходите друг другу. И в физическом смысле тоже. В вашем нежном возрасте головой управляет то, что ниже живота. Да он. Заведи с ним легкий роман. Легкий. Роман? Угу. Ну, тетя Римочка. Что? Ну, я же... Я же даже ни разу не целовалась. Слышь, ты... Бутон душистых премий. В этой комнате так пахнет спермой, что у меня глаза щиплет. Ты сделаешь то, о чем я тебя прошу. Иначе София и Гоги узнают, чем ты тут любишь заниматься. А если папа вам не поверит? Не боитесь рискнуть крышей и потерять бизнес? О котором я, кстати, тоже кое-что знаю. Ты мне не угрожай, деточка. Я тебя сожру и выпью. Послушайся тетю Риму. И будет все, как в сказке. Как в сказке? А это сколько? А то мне папа наличку не дает. Это на первое время. А там посмотрим. И не забудьте предохраняться, а то наградишь моего мальчика чем-нибудь. София! Гоги! Ненавижу. Ты серьезно? Будешь мутить с ее сыном из-за бабок? А ты серьезно будешь читать мне нотацию? Богатенький? Пока нет. Но буду, если ты без этого жить не можешь. Ну вот когда разбогатеешь, тогда и поговорим. Теона, я тебя ни с кем делить не хочу. Ну и закрыли тему. Верочка, можно войти? Давай. Верочка! Верочка! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Юрий Васильевич, вот что такое смерть? Неизбежность? Нормальный финал всех историй? Если так, то зачем с ней бороться? Я много об этом думал, как ты понимаешь. Ты читала Кастанеду? Нет. Тогда послушай. Смерть — это вызов. А жизнь — это арена действия. И каждый раз на этой арене только двое противников. Сам человек и его смерть. Слишком абстрактно. Ну, тогда просто запомни. Ты теперь, как этот, твой. И противник у тебя один — смерть. И оружие у тебя может быть только одно — любовь. Сначала кидаешь плавленый сыр, потом петрушку и соевый соус. Сами придумали. Нет, это придумала Лена. Она вообще умела из самых простых вещей создавать праздник. Так и стала дизайнером. Можно вопрос? Хочешь спросить, какого черта я распинаюсь про любовь, когда свою упустил? Да? Мы поссорились с Леной сто лет назад из-за глупости. И уперлись, как два барана. Она все ждала, чтобы я сделал первый шаг. А я... Я разбирался со своей гордостью. Когда разобрался, она уже вышла замуж. Вот. Это она? Да. Красивая. Юрий Васильевич, неужели вы ее до сих пор любите? Люблю. Вот. Это первое, что я приготовила в жизни. Молодец. Ну, вот и ешь. А вы? Нет, Лерочка, я... Я не голоден. Спасибо. Мне еда больше не нужна. Ну? Лера. Ты не боишься совершить мою ошибку? Может быть, стоит дать еще один шанс парню, о котором ты все время думаешь? Скоро перестану. Знаешь, я ведь только сейчас понимаю, что ошибся. Я был молодой и глупой. Мы ведь так и не поговорили с Леной. Лена — это лучшее, что было в моей жизни. Лена — это лучшее, что было в sisterhood. Лена — это лучшее, что было в другой wheel. Я тебя заб 350. Это лучшее. Любовные дела? Типа того. Ну, расскажи мне. Мы же сто лет друг друга знаем. Тебе станет легче. Я обожаю тайны. Да нет никакой тайны. У меня девушка в Петербурге. Мы глупо потеряли друг друга, а связи нет. Я только о ней думаю. Давно бы свалила отсюда. Эти концерты... Интереснее посмотреть, какая она. А фотка есть? Ни фото, ни контактов. Потерял все, что хранилось в телефоне. Старом. Придурок. Что, холодно? Что, холодно? Пойдем, искупаемся. Эй-эй-эй! Ну, почему? Ты знаешь, каким бы хорошим человеком ни была твоя девушка, я все равно кое в чем лучше. В чем же? Папа! Тилона! Ну, и в чем проблема? Это личная просьба Гоги и Софико. Они хотят увидеть свою дочку на сцене. А вы давно уже поете этот номер. А почему я должен делать то, чего не хочу? – Мы с тобой об этом не договорим. – Все, перестань. Ну, что тебе стоит? Одна песня. Теона прекрасно поет. И это будет украшение концерта. Вот ты с ней и выступи. Это твой лучший номер. Думаешь, зритель не почувствует, что меня от нее тошнит? Замолчи. Будешь делать, как надо или никаких денег. Где твое слово, папа? Или ты меняешь его по желанию дяди Георга? Красота. Да, был бы художником, написал бы картину. Отец и сын у живого огня. Правильно. И красиво. Нравится? Это не просто камин, сынок. Это очаг. Горячее сердце моего дома. Спасибо. Я пить не буду. Ты делай, как говорит дядя Георг, мой сынок. И тогда тоже будет все правильно и красиво. Извините. Красиво говоришь. Охранник видел, как твой пацан вокруг девушки с сумкой на перроне вертелся. Эй! Ты зачем деньги украл, а? Мало я тебя учил, а? Не бейте, я больше не буду. А ты меня позоришь? Ты его подослал? Нет, не он, другой. Лицо помнишь? Да, конечно. То-то робот сможешь составить? Да! Пойдем, на выход. Составить, составить. Он поразит, тень не спер, а? Похоже, твою дочку посли, Александра Васильевна. Пока это все, что у нас есть. Привет. Привет. Ты Теону не видела? Теона! Могу я с твоего телефона позвонить? Я с тобой не разговариваю. Теона. Теона... Пока. Ладно, на. Держи. Мне не жалко. Ну что, достал номер своей малышке? Как видишь. Значит, со своего звонить боишься, думаешь, она не возьмет. Кто-то пользовался моим номером, наверное, урод, который мой телефон нашел. И теперь ты понимаешь, что она думает, чёрт знает что. Где-то его потерял, балда. Где-где. Не знаю где. Где-то по дороге, на заправке или из тачки выпал. Или кто-то специально у тебя его вытащил. Не знаю. А, кстати, а что Тетерима думает по поводу твоей малышки? Алло. Алло. Алло, Лера. Слышишь? Ты только трубку не вешай. Пошёл ты знаешь куда. Не смей звонить мне больше. Поиздеваться всё равно не получится. Мне на тебя плевать. Здоров. Чё надо? А чё злая такая? Ничего. Я вон. Неделю назад права получил. Поздравляю. Спасибо. Я думал, может… Что? Покатаемся. Я не знаю. Боишься, да? Не бойся. Я очень хорошо вожу. И вождение с первого раза сдал. Можете куда надо, а? А знаешь, надо. Поехали в Сестрорецк. Люблю, как люблю тебя. Дорогие друзья, дорогие друзья, сейчас я хочу представить вашему вниманию один номер. Он готовился достаточно давно. Это будет небольшой сюрприз. Я же сказал. Нет, но зрители ждут. Итак, встречайте. Несравненная юная Илона. Реальность такова, пустая, в прихожих дым в зале, ночью в компах. И я раздаблят, не мой свет, наши розовые лампы. Вкуса нежности почти не осталось. Ванны, музыка на всю катушку. Грязные бокалы, замученные струны, верные гитары. Деталей, которых нет, мы и воспоминали. Ночью мне показалось, что ты обнимала меня на что. Ты думаешь, этой Лене действительно интересно, что там у Юрия Васильевича на душе? У нее уже давно своя жизнь. Муж, дети, мороженое, все как надо. Смотались туда-сюда. Ты хотел покататься, вот и катаешься. А я должна была попробовать. Она один хрен не приедет, я же тебе говорю. Откуда ты знаешь? Главное, она теперь в курсе. Да потому что ей по барабану, Лера, я таких знаю. Ага, по себе. Дурак ты, Анисимов. Лера, ну ты че? Лера! Ненормальная, блин! Эта любовь не дожила до утра, и до зимы она не дожила. И не моталась, не малый километраж, она ушла искать другой рай. Эта любовь не дожила до семьи, и до детей она не дожила. До полосков не дожила седым, зато дождем холодным пролилась. Я помню каждую деталь, эти слайды отравляют память. Но я все листаю в надежде застать на миг сказочный рай, в котором спрятаны все наши тайны. Мы его просто оставили в прошлом. Не силен я в бабочках. Вот если бы череп, крест или летучую мышку такую, реально круто бы сделал. Нет, череп не надо. Ну тогда вот сейчас подсохнет и продолжим. Извините, можно другой канал? Какой? Вернуть обратно. Эта любовь не дожила до утра, и до зимы она не дожила. И на мотах, не малый километраж, она ушла искать другой рай. Эта любовь не дожила до семьи, и до детей она не дожила. До полосков не дожила седым, зато дождем холодным пролилась. Мне не нравится, она нелепая. Убирайте эту дурацкую бабочку, я знаю, что мне нужно. И до детей она не дожила, а до полосков не дожила. Ты куда, 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 сынок? Ты что с нами из-нибудь? Ты что, хотел на место меня поставить этим девушким сердцем и розовым дымом? Это находка режиссера. Режиссера. А мама-то где, в аппаратной, да? Как круто, молодец! Им понравилось, смотри. Столько адреналина. Пойдем, там, там девочки на сцене со светами. Да что с тобой, а? Вик, все нормально? Вик, сын, сын. Не трогай меня. Дядя Божидар, что с ним? Да все нормально. Просто нервы. Константин Кириллович, ну так как? Загляньте на часок. Мы все вас просим. Простой, что ты говоришь? Зайдете ко мне на день рождения. Модное место. Будет весело, я обещаю. Вот молодежь. Всю ночь в Ехан-Исбурге гуляли, пока я спал. Теперь вот продолжать собираются. А у меня одна мечта. Домой и отсыпаться. А я бы на вашем месте пошел. Такая девушка приглашает. Ну, что вы там ищете? Константин Кириллович у нас святой. Он даже спиртного не возит. Все в порядке, проходите. А тебя, Тому, с днем рождения. Всего тебе самого-самого. А главное, жениха хорошего. Спасибо большое. Оскар, сколько раз я же говорил. Все дела после концерта на следующий день, да? Уточниться надо. Как поступим с летчиком? А какие у нас варианты? Ну, можем слить его прямо сейчас. Закроем его. И семья останется без поддержки. Так хочет Рима Маркова. Вариант. Можем повременить, чтобы увяз покрепче. Рима, значит, сразу хочет. Хорошо, Оскар, я подумаю. Лучше сейчас. Хорошо, Оскар, я сейчас подумаю. Константин Кириллович. Здравствуйте. Я вижу, все прошло хорошо, да? Ну, я вас поздравляю. Здравствуйте. Приветствую. Здравствуйте. Константин Кириллович! Ну, вот вы и попались. Ну, пойдете с нами. Бокал шампанского за мое здоровье. Я отпущу вас. Вашей невероятной изучей супруги. А поехали, черт возьми. Мне как раз нужно выпить. Отлично. Пойдемте. Да. Юрий Васильевич! Да, я здесь. Приветствую. О! Лерочка, а я вот тут пьянствую. Тебе уже исполнилось 18. Через 10 дней стукнет. Ну, у меня алкоголь не очень. Я с вами сок выпью. Да. Садись. Садись. А что за повод? Выпьем мы, Валерия Константиновна, за удачу. Мне сегодня подтвердили регистрацию на веломарафоне. Номер 88, двойная бесконечность. Это ли неудача? Вы хотели участвовать? Ну, да. Очень. Целую метафизику себе накрутил. Мол, если доеду до финиша, не умру. Надо бы удалиться с сайта, а у меня все, рука никак не поднимается. Может быть, так и оставить? А хотите, я за вас поеду, а вы за меня болеть будете? До марафона осталась неделя, Лера. Я уже не смогу присутствовать. И что, есть результаты? Думаешь, можно вернуть наши деньги? Если кто-то мне мстит по старому делу, то судимость вполне возможна. Так что я намерена проштудировать базу судимых. Ну, тебе виднее. Ты собираешься всю банку огурцов съесть на ночь, глядя? Увлеклась. Сейчас Лера придет. Она собаку наверх повела. Давайте попробуем поговорить с ней. Так, спокойно. Да, если она расположена говорить. Давайте. Лера, подойди сюда, пожалуйста. Всем добрый вечер. Товарищеский суд? Не умничай. Ты и понятия не имеешь о том, что это такое. Почему? Я много советских фильмов смотрела. Это когда социум препарирует индивидума. Прекрати. Сними кофту сядь. Мне и так хорошо. Где ты была? Лера, я твоя мама. Я имею право знать, что с тобой происходит. Ты опять связалась с этим мальчиком? Лер, не молчи, пожалуйста. Как мы можем узнать, что с тобой происходит, если ты все время молчишь? Не кричи, пожалуйста. Маша. Леронь, ты действительно пугаешь нас своим молчанием. Нам бы как-то хотелось, чтобы ты нам доверяла. А как я могу вам доверять? Вы меня обманули. Никто тебя не обманывал. А теперь мне нужна свобода. Лера. И пропадаю я у Юрия Васильевича. Он от хосписа отказался. Умирает дома. Один. Лера, как он мог взвалить на тебя такой груз? Это неправильно? Я сама захотела. Мне предстоит то же самое. Я должна подготовиться. Лер, я прошу тебя, успокойся. Мы сделаем операцию. Нет, дед. Я не буду жертвовать своим временем ради призрачного шанса. Это мой выбор. Я ни в какую Германию не поеду. Поэтому больше не нужно сходить с ума и собирать деньги. Лера, вернись. Разговор не окончен. Господи, что это у тебя такое? Это? Татуировка. Одинокий воин. Это отражает меня и мои чувства. Да, ба. Это навсегда. Да, ма. Я не спросила разрешения. Потому что мне плевать, что вы об этом думаете. Мама. Божик? Нет, это я. Я хотел тебе спокойной ночи сказать. Спокойной ночи, сынок. Слушай, а ты точно мой телефон не находила? Нет, я же тебе говорила. Что, я тебе вру? Да нет. Я тут просто детализацию звонков получил. И кто-то с моего телефона на звонок отвечал. Ну, слушай, кто прикарманил твой телефон, тот, наверное, ответил. Что это, блин, такое? Тебе кто разрешил открывать мой компьютер? Трансплантация? Продажи мест на пересадку. Да нет, я просто искала. Я рассматривала варианты и возможности. Мне нужна пересадка? Сынок, я... Ответь мне на вопрос. Мне нужно новое сердце? Родное. Да или нет? Господи, я не знаю, я не знаю, как тебе рассказать. Отстань от меня. Рик! Сашка, привет. Ты чего не спишь? Твой самолет приземлился пять часов назад, где ты был. Слушай, у Томки день рождения, меня затащили в ресторан. Сколько я исполнилась? Двадцать пять. Как мило. Много выпили по этому поводу? Два бокала всего. Это тебе. Духи тоже пили? Сашка, ну... Шурик, ну... Я не в настроении ругаться. А твоя дочь настроена на самоуничтожение, если хочешь знать. Если тебе это интересно. Может быть, даже наркотики принимает. Я не знаю, меня-то она посылает. Тише, я тебе говорил, не нужно на нее наседать. Сашка. Ты такой умный. Я обалдею. Томочка, наверное, тоже. Вон, как воротничок ты тебя обслюнявила. Шурик, Шурик, ну... Ну, ты хочешь поругаться? Ну, я говорю, пригласили в ресторан. А я не знаю, чем ты там в своих командировках занимаешься. А зачем цветочки в приволок? Чтобы задобрить ревнивую дуру? Какая пошлость! Сашка. Ну, Сашка. Журик, ну... Видеть не хочу. Ни тебя, ни твоих цветов. Сашка. Сашка. Чего тебе от меня надо, а? Хочу тебя утешить. Я же не знала, что ты умираешь. А теперь знаю. Ты подслушала мой разговор с матерью? Ну, да. Я подслушиваю понемногу, что в доме творится. У меня кое-что есть по этой теме. Ты деньги за товар получил. Понимаешь, этот бритки-трепач с большими связями оказался. Его чертов клуб вся элита облюбовала. Так что по-хорошему договориться не получилось. Ну, клуб остался. О чем говорят? Ты что, совсем лонадик? Так что ты... С товаром... Дальше, слушай. Гоги, я хочу, чтобы мы вместе выпили за здоровье моего века. Что опять дело плохо? На этот раз катастрофа. Нужна пересадка сердца. Или он очень скоро умрет, Гоги. Мы висим над пропастью, дорогой. Сейчас самый страшный момент в моей жизни. Что за бизнес? Дядя Божик возит кокаин для всей вип-тусовки. А мой папуля его крышует. Ну, не может быть, я бы знал. А откуда, по-твоему, у твоих родителей столько денег? От покланниц пенсионерок накапала? Дядя Божик еще советских времен им в деле. Нет. А что не так? Если ты такой святошь, откажись от всего. Избеги куда-нибудь, умри там. В захолустье. Мог бы и спасибо сказать, между прочим. Юрий Васильевич. Юрий Васильевич. Ну вот, Лера. Давай попрощаемся. Похоже, мне пора. Я скорую вызову. Нет, Лера, Лера, не надо. Не надо, Лера, мне уже не больно. Лера. Как же так? Да вот, так. Иди домой, Лера. Не надо тебе тут быть. Не надо. Юра. Юрочка. Открой глаза. Это я. Ты пришла. Я пришла. Я с тобой. Ты... Ты помнишь? Я... Я все-все помню. Каждую нашу минуту. И... И все твои стихи помню. Да и звезд. Я... Юра. Прости, Юра. Я... Я должна была почувствоваться, Юра. Ленка. Лена. Ты пришла. Это... Главное. Теперь... Совсем не страшно. Не понимаю я тебя. Не понимаю я тебя. Я люблю очень, но не понимаю. Теона. Теона, ты зачем за спиной отца воду мутишь? Потому что я мыслю. Я перспективу, дырочок. Он со мной обращается, как с куклой. Поэтому просто выдай замуж за нужного человека. Он даже не спросит меня, чего я хочу. А чего же ты хочешь? Свободы и денег. Все, что нужно сильному человеку. А мы с тобой? А? Я тебя отпускать никому не собираюсь. Никакому мужу. Будь он хоть трижды олигархом. Ты хороший. Кто бы мог подумать, а? Лиза, телефон дай. Ну? Телефон мой дай. Кое-кому надо знать, что Джилль Саймена хочет. Покинуть страну лжецов. Что? Ничего. Телефон принеси, тупица. Ага. Спасибо. Давай. Пока. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Молодой человек, это не вы кофе забыли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Э, мужики! Вы что творите, а? Дружище, помоги! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне, в общем-то, место подходит. Вокзал близко. Я по бизнесу мотаюсь туда-сюда. Здрасте. О, привет спортсменам. Отличная модель. Кстати, а капремон давно был? В пятидесятых. Заметно. Зато у нас дом, памятник архитектуры. Да у вас тут в Питере кругом одни памятники. Только я прошу прощения, цены, конечно, очень завышены. На это старинно. Ну, зато у нас два балкона, у нас дымоход рабочий, можно камин сделать и перепланировка на любой вкус, пожалуйста, не вопрос. Вот, понимаете? Да? Да. А что думаете, перекрытие в джакузи выдержит? Или там до сих пор по ним еще мыши бегают? Ну что вы, какие мыши? Да уж, какие мыши. Действительно, какие мыши. Там у нас крысы водятся. Вот такущие. И за сколько ты продаешь наш дом, ба? Хватит на то, чтобы меня зарезали. А то я могу сама себя бесплатно. Прекрати свои дурацкие шутки, Лерок. Так, нет, подожди, подожди, что там по поводу крыс? Что, еще и крысы, что ли, водятся? Уходите немедленно. Дурочка ты. Ваня, уже ли ты хочешь, чтобы этот дятел в нашей квартире джакузился? Господи, да какая разница. Лишь бы заплатил. Ну все, хватит. Я не хочу никакую операцию. Не надо ничего продавать. Да прекрати ты мне нервы дотрепать. Хочет, тогда не хочет. Надо, ты понимаешь? Надо. И этот доктор, он волшебник. У него золотые руки. У него статистика. Да мне все равно пусть он провалится со своей статистикой. Я в чудеса не верю. И вообще, я свой последний год хочу прожить со смыслом. И все. Лена, ты куда? 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 Сейчас будет немного неприятно, зато сразу почувствуешь облегчение. Тихо, тихо, потерпи. Давай, давай, кашляй. Это нормально. Ну все. Что, что еще ты от меня скрывала? Что? Ты почему из Москвы сбежал? Пусть он уйдет. Я не буду говорить, когда он рядом. Это ты мне? Божидар, выйди, пожалуйста, на минутку. Сергей, и вы тоже, я прошу. Мальчик мой, мальчик мой, что случилось? Чем тебя папа обидел? Скажи мне только одно. Он людей убивал? Что? У него руки в крови. Ты что, такой говоришь? Ты что? Да что ты? Я знаю, что он торгует с наркотиками. Только не удивляйся, так и не ворим, тем больше. Нет. Ты учила меня говорить правду. Помнишь? Она сама врала. Нет, нет, нет. Я не понимаю тебя. Понимаешь. Я это вижу по твоему лицу, мам. Тебя же со страха перекосило. Нет. Правда, Вячес? Нет. В детстве я на тебя молился. святая мать. Ты приезжай, отец. Школа талантов, концертов, поддержку больных, глубоких. А вышла наоборот. Преступники. Это кто тебе сказал? Это кто тебе сказал? А? Какая разница? Тебе не страшно, мама? Не страшно. Я не знаю, как мне с этим жить. Ты же сказал, Гоги, проблема закрыта. Прости, дорогой, просчитался. Старею. И что предлагаешь? Они чуть не убили моего сына. Вообще, как они вышли на него? У тебя крот завелся? Может, за тобой, за твоим домом следят? Успокойся, дорогой. Послушай, я лично за то, чтобы все забять. Эта слабость будет нам дорого стоить. А в первую очередь нам с тобой. Ладно, дай мне время. Давай. Пойдем, мужик. Пришло время объясниться. А что случилось? Вик знает. Сын, поговорим по-взрослому. Как мужчина с мужчиной. Я не буду с тобой говорить. Я даже смотреть на тебя не могу. Видит Бог, что я никогда не хотел, чтобы ты оказался на моем месте. Если бы не мать, то я уже давно ввел бы тебя в курс наших дел. Ты знаешь, мы всю жизнь работали для того, чтобы у тебя все было. В здоровье. Пошли вон! Вик, послушай, ты нам обязан с жизнью. И так, вот-вот загнусь. Я уже в курсе. Нет. Ты будешь жить. Мы достанем тебе новое сердце. Мы сделаем тебе операцию. Да? Ух ты, прикольно. Спасибо, мама. Удачная покупочка. И сколько стоит сердце, если в грамма... Тихо, 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 тихо. Да не бойся, папа. Кто посадит короля из страны? Отмажешься. Я больше не хочу никого видеть. И никакой операции я делать не дам. Я буду решать сам. Тихо. Понятно? Только я. Сынок. Помогите! Врачам! Врачам! Мальчик он. Сынок. Пульса нет. Остановка сердца. Дефибриллятор на 200. Разряд. Полкуба тропина. Середина 300. Разряд. Переодорол внутриверно. Дефибриллятор на 360. Разряд. Саша, только я тебя прошу, не перегибай палку, а то мы потеряем остаток доверия. Да я вообще молчать буду. Говори сам. Саша. Кто знает, где мой новый велик? Мам. Лерусь, послушай, пожалуйста. Дед, дай, вот смотри. Вот это медицинские требования к участникам марафона. Где велосипед? Прочитай, пожалуйста, и скажи, что ты об этом думаешь? Вы не имеете права за меня решать и тем более воровать мои вещи. Лера, кто ворует? Лера, твое участие в этом бессмысленном марафоне, мы все считаем, что это опасно. Лерусь, прежде всего мы твои друзья. Дед, ты что тоже не понимаешь? Ты же всегда понимал, вы не имеете права со мной так поступать. Отдайте велосипед. Мы его Паше отдали. Дед, ты что, совсем с ума сошел, что ли? Ну ты посмотри, ну что ты делаешь? Лера. Я вам не ученица. Я личность. Я тебе сейчас покажу. Саша, мама, ну ты-то куда мама? Ну, Маша. Что это? Это моя комната. Личное пространство. Я спрашиваю, что здесь написано? Что значит попробовать все? Все-таки до наркотиков дорвалась. Кто тебя на них посадил? Сын этого козыря? Не свое дело! А это что такое? Отпусти меня! Саша, прекрати. Это от капельницы, Саша. А я откуда знаю, от капельницы или нет? Всегда так начинается. Они сначала врут, а потом дохнут в притонах. Я не хочу этого слушать. Спокойтесь, послушай. Ты никогда такой не была. Лера, как я могу тебе доверять, если ты черт знает, что творишь? Ты знаешь, что мы по уши в долгах. Мы квартиру продаем, чтобы тебя спасти. А я не хочу спасаться. Не хочу ходить по докторам. Не хочу лежать в этой жуткой больнице. Чтоб потом меня привезли из Германии в гробу, а вы жили на вокзале, как бомжи. Твое дело! Ты ребенок! Решать будем мы! Нифига мне! Восемнадцать! Я не исполнилась! Так что слушать ты будешь меня! Не буду! Не буду! Лера! Лера! Сашка. Сашка, ну что с тобой? Прекрати как нельзя. Одна я сволочь, да? Все добренькими хотите быть. А то, что мне плохо, что меня то тошнит, то лихорадит, это все равно. Ну? Мне все равно. Мне все равно. Сашка, я хочу понять и помочь. Пошел ты. Со своим пониманием. Поиграешь в мать Тереза. Завтра в рейс с очередной стюардой, если ты хорошо устроился талант. Кхе-кхе-кхе. Доброе утро. Доброе утро. А вы кто? Ну, меня зовут Соня. Я медсестра. Я не помню, как тут оказался. Они меня перевезли в бессознание, что ли? Я лично Виктор. Про это ничего не знаю. Знаю только то, что вы сейчас больны. И я буду дежурить при вас, пока ваше состояние не нормализуется. Но здесь же лучше, чем в больнице. Согласитесь. Почему интернета нет? Не надо на меня вешать. Не делайте, не делайте глупости. Виктор, вам нужно капать лекарства, иначе… Виктор. Виктор. Доктор Сергей Максимович. Ну что? Что? Римма. Сейчас не время давать слабину. Он тут арестант. И должен понять, кто здесь хозяин, иначе мы из этого не вырулим. Неужели ты думаешь, что его можно насильно положить на операцию? Он хочет жить. Посидит в заперти, подумает и согласится на пересадку. Сколько я протяну без операции? Ну, сердце у тебя все в заплатах. Клапан поврежден. Я только укрепляю сосуды. Но мотор работает на последних оборотах. Как-то так. А если Вик узнает, кто донор? Об этом и заботься. Чтобы он этого никогда не узнал. М? Провернуть бы все поскорее. Ждать недолго. Скоро ей исполнится восемнадцать. Провернуть. Тихо. Соня Шприц. Тихо. Слушай, родители. Грузиты. Господи, что там происходит? Я пойду к нему. Не ходи. Есть еще одна причина, по которой Виктор должен оставаться под замком. Послушай, мы сейчас все в некоторой опасности. Проблема с москвичами не решена. Это они пытались убить Виктора. Ты уверен? Абсолютно. Мне звонили с предупреждением. Так что пока проблема не уложена. Ты сама смотри в оба. И без Оскара никуда не выезжай. О, Господи. Надо усилить охрану. Не волнуйся. Охрана усилена. В доме мы все в безопасности. Георг обещал решить проблему. Так что только ты должна понять, что Виктора нужно держать в заперти. Хорошо, Божик. Покололи снотворное. Он сейчас спит. Его лучше не беспокоить. Что он там? Слился, что ли? Не то слово. Он явно намерен бежать. Привет. Я за великом. Ну, проходи. Ашкет! Кто там? Здравствуйте. Мам, сколько раз я просил не называть меня так. Здравствуйте, Лера. Здравствуйте, тетя Люб. Я на минутку. Велик на балконе. Ой, привет. Лерочка, ты этих врачей поменьше слушай. Ты знаешь, сколько среди них двоечников было? Как мой балбес. А я и не слушаю. Ну и правильно. Давай садись. На оливку будешь? Давайте. Тетя Люб. Да? А почему вы его Пашкетом зовете? Ой, это такая таинственная история. Мам, может не надо? Он в детстве очень куриный паштет любил. Я его спрашиваю. Ты что на завтрак будешь? А он мне говорил Пашкет. Нет. Ой, наливочка хорошая, из черноплодки, сама настаивала от всех болезней. Вот. Давай, Лерочка. За твое здоровье. Поехали. О, вкусненько, да? Очень вкусно. Пей, пей, она легкая. Хорошенькая у меня тренировка перед марафоном. А ты что, записалась? А ты что, в меня не веришь? Да нет, почему? Верю. Да я вообще хоть сейчас велик расчехлю, да с тобой завтра поеду. Молодец. В институт мы не поступили, работать мы не хотим. Мам, ну сколько можно уже, а? Ты когда тренироваться собираешься? Завтрашнего дня. Ну вот завтра и начнем. Давай, давай, закусывай, спортсменка. Ты молодец. Лерочка, ты всегда свое сердце слушай. Я сердце больше не слушаю. Оно не туда заводит. Ну голову тоже иногда надо включать. Я своему башкету тебя всегда с детства в пример ставила. Ой, Господи, ты еще в начальных классах знала, что от жизни хочешь. Я уже не знаю, чего хочу от жизни. Мне вот кажется, надо обязательно до финиша доехать. Не знаю, что это навещивая идея или знак. В смысле? Хотя, кто знает, может, само собой пройдет. Или мур не умрет. Правда, Вика? Чего? Ты видишь, девчонку разморила совсем. Возьми, положи ее на диван. А я позвоню ей домой, чтобы не беспокоилась. Ало, Римма Марковна. Да, здравствуйте. Это Павел по поводу Леры Талан. В общем, тут все так закрутилось, что я конкретно смогу с ней законтачить. Да, понял. Хорошо. До связи. Я заберу спящую красавицу домой, если не против. Привет. А где? В гостиной. Проходите. Мам, тапки возьми. Папа. Что? Ты должен меня понять. Я тебя понимаю. Не волнуйся, машинок. Прорвемся. Папа все устроит. Костя, она что, напилась, что ли? Мам, ну оставьте вы человека в покое. Взрослые мужики в ее положении ломаются. Она вон держится. И что? Нужно теперь ей позволить делать всякие глупости? Сегодня она напилась. Завтра нужно ей будет позволить ехать на эту чертову гонку. Мама, а если это гонка со смертью, если ей нужна эта гонка, чтобы не сломаться, мы должны ее поддержать, и тогда она согласится на операцию. Пойдем. Сынок, как ты? Я под арестом. Мальчик, ты пойми, это все для твоего же блага. Тебе сейчас нужен покой и сон. А что, разве добро достигается через подлянку, а? Или у вас так всегда было принято, а я тупо не замечал? Лучше мне интернет отдайте хотя бы. Ты сейчас должен быть здесь. С нами. Дома. Изоляция от девушки, которую я люблю. Вам обоим на обои не буду подрабатывать. Дай нам поставить тебя на ноги и общайся с кем хочешь. А если у нее на это нет времени, не часа, она же умрет. У нее папа наркотоний торгует, у них бабок нет, а я должен ей помочь, понимаешь? А ты мне деньги обещал дать. Это ты сорвал два концерта. Убытков больше, чем прибыли. Это ты не выполнил договор, а не я. Да я все равно сбегу от вас. Можете даже ОМОН под окнами поставить. А как ты именно собираешься свалить? Да, говори, говори. Мама, разуй глаза. Ты живешь с бандитом. Вик, пожалуйста, не надо. Нет, надо, надо, мама. А, я забыл, прости, вы же забрали. Закрой рот, в доме посторонние люди. А что у тебя нет тут? Продажному докторишку, который хочет вырезать мне сердце против моей воли. Он такой же преступник, как вы оба. Все. Не надо, все, не надо. Пойдем, пойдем. Ненавижу. Ненавижу. Здравствуйте. Пожалуйста, номер восемьдесят восемь. Восемьдесят восемь. Климов ЮВ. Я вместо него. Таланова ВК. Нет, девушка, так нельзя. Надо было заранее записывать. А Климов участвует или вычеркиваем? Климов умер на прошлой неделе. Я хочу поехать вместо него. Я ему обещала. Нет, девушка, не я правила придумывал. Вы в следующий раз приходите. А если я скажу, что у меня рак мозга и следующего раза для меня уже не будет? Девушка, ну… Слушайте, ну будьте вы человеком, а? Пожалуйста. Дай паспорт. Старт в восемь утра в субботу. Спасибо. Удачи. Спасибо большое. Поехали. Старо! Поехали. Ему большие таланты. Он такой, ну да, я ее сходила к ней. Он говорит, ну, давайте ее, моя королева. Он так и сказал. Вот я смеялась. Она, в шоке была. Здоров. Здравствуйте, мальчик. Вы, небось, опять на прослушивание новую песенку выучили? Ага. Моя королева. Вау. Иди-ка сюда. Присядь. Ну, как там твоя одноклассница? Да она вроде… Девочке осталось всего ничего. Я разговаривала с врачом, операция не поможет. Ситуация безнадежна. Жаль ее, конечно, безумно, но что делать? По-моему, все уже не так плохо. Она же должна в марафоне участвовать. Когда? Да послезавтра. А завтра ей исполнится восемнадцать. Здравствуйте. Расклад хреновый. Я вас не очень понял. Я полжизни своей дала благотворительности. А теперь мне самой помочь некому. Кроме тебя. А чем я могу вам помочь? Убеди ее завтра. До того, как она себя загонит на этом вело-марафоне. Подписать бумагу о донорстве. Богоугодное дело. Дар жизни другому человеку. По-моему, это благородно. Разве нет? А можно задать вам вопрос? Меньше знаешь, больше спишь. Не задавай мне ненужные вопросы. И не смей ни с кем обсуждать свои соображения. Ты хоть понял меня? Да. Извините. Приносишь мне завтра бумагу, я тебя зачисляю на первый курс. Бесплатно. Не сомневайся. Это благородное дело, мальчик мой. Ну, а если она не согласится? Тогда клянусь тебе, Павел, будешь ты всю свою оставшуюся жизнь тухнуть за плинтусом. Ундерстенд? Да. Ой, слушай. А Саша могла бы хоть открытку какую-нибудь написать, что ли? Унеслась ни свет, ни заря. Скажи лучше, зачем Костя этот компьютер купил? Да ладно. Когда мы каждую копейку считаем. Ну, купил, купил. А ты знаешь, он вообще прав. Ее нужно поддерживать, а не гнобить. Это я понимаю, конечно. Пойдем, пойдем будить. Так, ладно, тихо. Идем. Лерунь, вставай. День рождения проспишь. Лера! Лера, засунься обратно. Сейчас вывалишься, а мне за тебя отвечать придется. Не придется. В сегодняшнего дня я сама за себя отвечаю. Слушай, а ты не жалеешь, что от своих свалила? Они у тебя, небось, расстроятся. Им не до этого, они квартиру продают. Да ладно, наплевать. Давай сегодня только о хорошем говорить. Тем более, день такой классный. Лера! Облажался я с сосисками, подгорели. Ну и ладно. Все равно так круто. Сидим тут как первобытные. Ну да. Не верится, что мне восемнадцать. Так что, может отметим? О, наливка, та самая. Да. Давай за меня. Слушай, я по-моему от этой наливки завтра сдохну на старте. Да ладно, перестань. Я вот думаю, человек умирает. И что дальше? Остаются его дела, да? Я успела только от всего уйти, а так ни к чему не пришла. Хоть бы одного тюлень не спасла, да? А тебе что, принципиально кого спасать? Ну там, тюлень, не тюлень? Да нет, ну... Просто хотелось бы сделать что-то такое. А если я тебе скажу, что ты можешь спасти человека, и не одного? Как? Ну, я когда узнал про тебя и про Юве, залез в интернет, ну, поискал по форумам. Ну, как люди смиряются с этим? И как? Долго рассказывать. Давай я тебе покажу. Давай. В общем, это заявление о добровольном донорстве. Ну, предположим, вот, подавлюсь я сосиской. Горелый, да? Ну, вот представь себе, жил, жил такой Павел Анисимов. И помер. Ну, да. Хреново. Вот я и решил подписать эту бумагу. С ней я, вроде как, и не зря жил. Чего думаешь? Нормально, ничего. Ну, да. Я думаю, что мне нужна ручка. В смысле? Ручку давай. Ну, ладно. Держи. Спасибо. Я думаю, ты себе другую распечатаешь. У тебя еще много времени впереди. Ну, да. Слушай, давай я к себе уберу. Ну, мало ли чего. Потом отдашь. Ну, что? За отличный день рождения. За твой классный подарок. И вообще, спасибо тебе, Пашкет. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. А почему прелестный бадмуазель, мокрые глаза? Да, ну, на сладкую жизнь в дом кино не попадают. Ну, так брось меня, Сонечка. Ну, куда я пойду? Козырь Хаус на военном положении. Пойди и купи себе DVD. О, сразу видно, что ты в кино не понимаешь. Это же стереозвук, восстановленная копия. Это же молодое настроение. А ты знаешь же, в Козырь Хаусе есть все. Даже, быть может, в настроении. Ну, хватит, пойдем. Ну, идем, идем, идем. Так. Садись тут. Ты куда? В туалет. Или ты туда со мной пойдешь. Нет, может, на паузу поставить. Я ненадолго. Смотри пока. Ты точно не сбежишь? Ну, если ты мне дашь все ключи и вырубишь охрану. Нет. Ну, ладно, это так. Угу. Ты что? Угу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Лера, слушай, мне кажется, я больше не могу. Я сейчас сдохну просто. Да еще и на мост дорога идет. Все. Ты доедешь? Да. Я до конца. Да. Все, ладно. Давай, удачи. Пока. Давай. Почти, почти, пляжи! Пошел, пошел! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Почти, пляжи! Почти, пляжи! Пескульт, привет! Привет! Нет! 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 Ты что с собой делаешь? Ты же так сдохнешь. Тебя нет! Как это нет? Ты меня видишь, значит, я существую. Ты не доедешь, дура. Надо было тебе меня слушать, а не своего профессора. Дура, это не Whoops! Константин Кириллович, подойдите сюда. Что это? Я не поняла. Что происходит? Вы подтверждаете, что это личные вещи командира экипажа Талахова? Да. Да. Это его сумка. Что это за пакет, Костя? Будете понятой, узнаете. Сказать ничего не хотите, товарищ летчик? Все хорошо. Лера! Лера, мы здесь! Лерочка, мы здесь! На-ка водички давай скорее попей. Что? Лера, как ты себя чувствуешь? Мы пришли. Ну, куда ж мы денемся? Ты молодец у нас, молодчина, еще немножко осталось. Умница. Умница. Дед, ну что ты стоишь? Давай. А, да. Давай. Эта штука за пульсом следит. Если загорится красный маячок, все, слеза с дистанции. Баста. Но пока горит зеленый, не вздумай, только вперед. Поняла? У меня руки и ноги ватные. Лерка, я даю от напряжения. Продержишься, справишься? Да, я доеду. Ну, басаран. Я поехала. Молодчина. Давай. Жесть. Мы с тобой. Маша, тише, тише. Успокойся. 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 Юрий Васильевич. Участие уже победа, друг мой. Юрий Васильевич, как хорошо, что вы мне сейчас скажетесь, но я не смогу. Сможешь. Ты, боец, я это всегда знал. Сражаться до конца и увидеть в финале самый главный дар жизни. А я увижу? Да. Обещаю тебе. Да. Упийские бжуки. Да. Белее, бък ги! Лера! Лера! Давай, давай! Лера! Чуть-чуть еще, ты сможешь! Давай! Давай! Лера! Лера! А где отор жизни? Я не знаю. Тут только я. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова